всем привет добро пожаловать туда куда можно пожаловать на канал именно герой метагейминга ну не плохо молодцы после прописто на мне нравится как это стало работать значительно между делом у нас на буксе было двое подписчиков я даже скажу кто да я записал себе по качеству на пусть у нас подписался неизвестный мужчина под ником до графус а допустим солиджон никоян что-то искать и колбасы да я увидел да вот все хорошо сюда и еще на нас подписался fine fd или финиф спасибо большое всем кто переподписывается на пусть например к какой банкой вот им тоже благодарности надеюсь что в общем мы рады что вы нас поддерживаете как видите что камеру у нас начинают постепенно работать все хуже и хуже поэтому ваши денежки пойдут явно на что-нибудь полезное а у нас как всегда работает наш друг вентилятор так теперь он дует не только мне в микрофон но это всех остальных и не только на когда не вот если не ошибаюсь на прошлых вампира говорили о том что чтобы не только когда не радовался поэтому всем будет это еще добрый человек если ты смотришь это на ютюбчики обязательно поставь лайк напиши комментарий какой-нибудь подпишись если ты все еще смотришь нас до сих пор не подписан смотри обязательно наши все остальные другие видоса еще товарищ человек который ставит дизлайки ставить дизлайки нам на вампиров почему ставить дизлайки вообще непонятно почему на переводы ктулку ставил поставил дизлайк на соло-шот евгения я вообще не понимаю лучший соло-шот который я посмотрел на последнее время вот мне очень понравилось все-таки удалось удалось выполнить миссию даже в этой игре я старался как мог вот напиши хотя бы реально почему-то ты ставишь дизлайк напиши ставлю дизлайк потому что вентилятор дует мне в уши мне не нравится принято но мы не будем внимания мы каждый стрим говорите но мы не мы можем называть тебя по имени написал комментарий сейчас будут вот в общем вот так вот что еще надо сказать еще заходите вконтакте у нас там самая свежая новейшая информация самая актуалит да самое лучшее расписание которое делает даниру сан самые лучшие посты которые делаются вконтакте делает даниру сан поэтому мы рады что он у нас есть привет чате у нас вот уже собирается найти того кто ставит дизлайки поэтому адрес пожалуй вот всем привет чатике да подсказали на сам пусть и список да да этот нашу доску наших бустеров которые висят вот здесь вот за мной которых не видно вот но собрались мы сегодня не для этого не для того чтобы вешать наших бустеров собрались мы сегодня для того чтобы зафинализировать я надеюсь по крайней мере на это зафинализировать наш наш небольшой кампейн по системе дельта грин на именно проект осознания прошлый раз на прошлом стриме у нас закончилась практически какая-то часть арки скажем так какие-то ответы были получены какие-то ответы какие-то колени были простреляны вот в общем все как обычно в наших приключениях ни разу не говорил но это неправильный мир дельта грин если ты глубоко в лоре то это явно не не то что было на самом деле хотя с примесями в общем то сейчас как обычно представим персонажи наших пока санечка там дописывает солиджона микояна и фанфи фанфида вот расскажем про персонажа и расскажем расскажу я наверное про то что было в прошлом нашем стриме просто с наших эпизодов подведу краткая краткий отчет скажем так я буду кидать кубик к 6 кирилл все равно будет 56 неважно где он сидит и это будет далее когда не если кто не знает почему-то я не удивлен этому событию но так тяжело на самом деле вспомнить давненько это все было когда не надо рассказывать что было прошлом эпизоде мы сначала представляем да мне зовут даниил по местному когда не поэтому моего персонажа зовут чарльз салливан агент фбр которого призвали для расследования очень странных дел ну я считаю он принципе достаточно неплохо справлялся со своей ответственной ролью ответственного группы немножко потерял память немножко был шоке от всего этого очень много событий не сказал бы что его сильно разум пошатнулся по крайней мере пока так очень бдительный очень огнестрельно-оружевой немножко умеет их драку но такие более-менее социальные вещи ему чужды имеет жену дочь и старого друга качестве близких связей все благодарю вас агент салливан до нюрсом здрасте меня зовут данил лазарев на сегодня не дали лазарев сегодня дэниел фокс а.к. и там какой-то там тоже фокс был простым детективом потом стал непростым детективом сейчас не бак какая-то я не знаю как все называть в общем история моя загадочная и жизнь моя рестанта у него волосы как поганга амель для вода спасибо прекрасный старик кончик всем здравствуйте меня зовут александра на образ наш сегодня зовут эбигейл нельсон я не очень хорошая мать не очень хорошая жена надеюсь неплохая любовница так я агент по байбес наркотики наркотики это плохо наркотики это зло не употребляйте наркотики я закончу любите котик ну кратко употребляйте наркотики ешьте котик момент с кириллом оттягивается всем привет я женя мой персонаж доктор браин нельсон судмедоэксперт на службе в бюро ну а в свете прошедших событий и прошлого стрима который я к большому сожалению ввиду обстоятельств непреодолимой силы был вынужден пропустить хороший вопрос имеет ли он какие-то отношения с бюро по-прежнему бывший супруг эбигейл нельсон вроде как неплохой отец по крайней мере его поступки прошлый раз доказывали именно это отличный судмедоэксперт который находится примерно в том же хитоническом акере от всего происходящего прекрасно ну и кирилл 56 вишенкой на то есть все стану я кирилл и мой персонаж клайв пайтон агент фбн федерального бюро по борьбе с наркотиками подождите это очень странно у нас главный владей нет это были помехи это помехи потому что уже всем давным-давно стало понятно что я никакой не клайв пайтон пока что в моя фамилия не возникала в игре я не буду ее раскрывать потому что как знает госпожа нельсон я агент сыры у врач гинеколог никаких врачи гинеколог тем не менее продолжаю работать на данный момент федеральном бюро по борьбе с наркотиками и ввязался в эту историю и понял что даже собственному центральному разведывательному управлению нельзя доверять никому здесь нельзя доверять даже собственной жене я знаю кому нужно доверять в листе персонажа у него написано клайв пайтон ему тоже нельзя а мне тут маленький на самом деле у него фамилия просто можно доверять цикадам и птицам спасибо я вкратце наверно расскажу что было в целом предыдущей арки она затянулась всего лишь на два стрима не на 30 серий потому что мы не наруто вот и в общем то все началось достаточно банально случае случилось убийство по предварительным данным погибли три человека в городе мониту спринс небольшом всех этих агентов тем или иным путем привлекли к этому делу дабы они расследовали и нашли причины причины смерти причины того почему полиция скрывала это целый день сутки практически даже немного больше в общем разобрались вообще с тем что происходит в монету спринс оказавшись на месте проведя определенные скажем так полицейские мероприятия проведя небольшое расследование они нашли сначала в кране потом в других местах где было были найдены трупы ту самую плесень и подошли подобную субстанцию которая уже была с которой некоторые из них уже сталкивались до этого то время пока не вели расследование искали какие-то первые зацепки весь город продолжал полиция в том числе продолжали поиски дочки погибшей девочки розе которая пропала в ту самую злополучную ночь пока это расследование велось агенты решили провести эксгумацию тел потому что они были похоронены достаточно быстро и в спешке и вечером придя в свой мотель они от управляющие женщины которая там работает узнали что девочка найдена но отключившись переждав ночь в общем то у всех эта ночь проходит достаточно неплохо спокойном отдыхе и сне кроме агента саливана который по неким по каким-то причинам по сути стер из своей памяти целый предыдущий день сутки фактически вот проведя эксгумацию тел на следующее утро приведя в кое-как в порядок агента саливана оказалось что в гробах находятся абсолютно другие тела тела абсолютно других людей которые большей степени основное последнее время проживали в коммуне хиппи которая расположена между монито спринс и колорадо спринс другие же агенты отправились отправились пообщаться с этой девочкой розе общение пошло не так чтобы прям очень хорошо попервой потому что агента нельсон видимо взаимодействие с детьми в общем это не и оказалось вот зато детектив фокс прекрасно справился с задачей пообщавшись с доктором пообщавшись с девочкой и обнаружив символ обозначающий на языке науаты ацтеков который обозначает ребенок вот девочка в итоге была найдена в пещерах ветров которая расположена в горах скажем так монито спринс куда собственно герои отправились прежде всего до этого сделав попросив доктора нельсона делать анализ крови каждого из них в том числе отца этой девочки розе которая сейчас который сейчас находится по сути команд каком-то похожим на коматозное состояние после этого отправившись в эти пещеры походив по пещерам они выходят вышли в итоге к режимному объекту с большой параболической антенной и небольшим количеством бараков зданий которые там расположены решив что все таки действительно нужно проникать на этот объект что там они наверное найдут какие-то ответы на свои вопросы детектив фокс остается там караулить а все остальные уходят назад чтобы собрать взять какие-то подручные материалы необходимые для прорывания вовнутрь осмотревшись детектив фокс нашел там наводку на организацию которая называется arpa которая работает на министерство обороны сша собственно антенна скорее всего производства именно этой организации но придя назад оказывается по итогам тестов что каждом из агентов обнаружено следы того самого вещества с субстанции кей субстанции кей да сбейте вы ее уже мазила я убью его даниру сам не беспокойся я его сейчас самом прологе убью если что вот давайте продолжим вот после этого оказалось что эта субстанция кей с элементами с небольшой дозой лизергиновой кислоты найдено у каждого из агентов детектива фокса у всех в крови у кого-то у агента салливана у детектива фокса достаточно большое количество этого весит авторы у остальных поменьше перед тем как отправиться собственно собрав все материалы они встречают на парковке агента джонатана мура который в прошлом когда-то их допрашивал делал в общем-то не так чтобы заладился с ним но он сказал что когда вы все соберетесь он вам возможно о чем-то поделиться с вами какой-то информации что-то расскажет но случается очередная вспышка безумие наверно или какого-то помутнения и кто-то в машине кто-то рядом с режимом объектом с военными кто-то разговаривая с агентом муром получает команду найти ближайший телефон и позвонить по какому-то из номеров и окажется так что для таких фокс просится режим объект пожалуйста позвонить вот его впускают держат некоторое время с мешком на голове и после этого он оказывается оказывается на допросе по сути в допросной у доктора вольф гана боль ганга шерхарда уже встречаемого ими ранее и в этом деле в предыдущих делах в итоге детектив фокс узнает что он был когда-то неким подопытным номер 14 что он был когда-то успешным опытным экземпляром его пытают заговаривать мозг ему с помощью группы the doors которая играла в тот момент в колонках и странного звука и в итоге отправляют его вместе с военными на выход сказав ему что он просто потерялся упал в пещерах разбил себе лицо но детектив фокс не такой он не зря оказался успешным подопытным возможно но почти все запомнил его воля оказалась настолько крепко интеллект настолько высок что он почти весь разговор практически все запомнил дойдя до выхода он решил сразиться с двумя военными в общем-то сражение закончилось одним раундом когда детектива фокса отправили бессознательное состояние после этого запихав ему в рот что-то некую субстанцию некое вещество в это время остальные агенты доезжают до до этих пещер происходит перепалка кто ты я не знаю кто ты расскажи кто я стреляем в пол кто стреляют в колени выходит находят детектива фокса детектив фокс недоволен продолжает бить агента пайтона в лицо в итоге заканчивается тем что приезжает агент фбр грядут который давал им это задание приезжает с отцом детектива фокса узнается то что это действительно какой-то опыт по тому что по изучению собственно этой субстанции этой этого вещества он говорит что это не отец детектива фокса на самом деле детектив фокс начинает пистолет на всех направлять стрелять в колени своему предполагаемому отцу узнает что он не отец на самом деле его имя итан лейнет вот и все в этом роде но потом этих двоих убивают приезжает детектив мур рассказывает что все это действительно опыт если они эксперименты и что везде разлад что секс наркотики рок-н-ролл это специально придуманный лозунг чтобы как можно больше людей напичкать lsd потому что лизергиновая кислота и музыка на предметных частотах аля психоделик-рок как раз тот самый лучший катализатор для этой плесени чтобы он присоединился скажем так к определенным участкам мозга в голове но это субстанция в какой-то степени имеет интеллект имеет единое сознание и в целом ее использование возможно может быть полезным она может излечать душевно больных позволяет не деградировать клетка мозга то есть она может отсрочить альцгеймер и многие другие болезни в том числе возможные физически которые не связаны только с можно вот и говорит им что сейчас езжайте проведите свое время с семьей а мы с вами свяжемся когда придет то самое время посылая всех на три буквы нахер и далеко и надолго детектив фокс уезжает на своей машине бухать у кого-то как бы детектива салливана развивается паранойя кто-то решает наконец-то быть искренним друг перед другом и открыть хотя бы какую-то часть секретов о своей личности один пальто рассказывает что он действительно агент сыру а доктор нельсон уезжает на поиски своей пропавшей дочери которая находится после не самого удачного и хардкорного трипа после лсд квартире своей подруги собственно так и закончил так и прошли наши два стрима такая арка такое расследование сейчас же начнем наверно потихонечку сша проходит полгода в сша проходит полгода наступает 1968 год наступил сша грязь нет протеста усиливающихся расколе в обществе в расовой сегрегации президент решает увеличить присутствие военных сил сша во вьетнаме все это так или иначе заставляет молодежь все чаще и агрессивнее выходить на протесты убийство в апреле 68 года мартина лютера кинга спровоцировала еще колоссальные риск беспорядки более чем сотни городов по всей америке будут и даже столкновение с полицией лозунги которые кричала молодежь на концертах выходя на улице make love not more и так далее все это популярность протестность музыки которая сейчас основное скажем так направление для отдыха молодежи растущая напряженность в обществе которая выливается просто на улице все это движение за свободу все это затмевает и наполняет и пудрит мозг молодому поколению молодому поколению перспективному поколению американцев но впереди у сша новый президент вукста семья мэнсона множество протестов и бунтов еще завершение войны множество может множество событий но именно в этот момент в мае 1968 года у властей настолько много общественных внешнеполитических проблем которые терзают власть терзают общество терзают умы людей что внутренние разноклассия и скрытые проекты структур правительственных военных сша на этом фоне позволяет им реализовывать скрытые проекты достаточно легко и незаметно до других глаз проводя деньги бюджеты на которые никто в администрации президента даже не обращает внимание и начнем мы пожалуй наверное с детектива фокса детектив фокс как у себя сейчас называете также детектив фокс я идентифицирую себя как женщина посерьезнее среднего среднего возраста полгода прошло сейчас май 1968 года а я наверное все таки пока наверное остался бы как фокс потому что вот это блядь и сколько лет жил со с нами того что я фокс у тебя запахи рак или здрасте какой-то ленин не ходил бы к психологу до все эти полгода пытался как-то с этим разобраться на жену быть буду посрался скресли на мой канал просто прощай что перебиваю жены жене ты рассказывал что я не рассказал что отец умер я наверное всю информацию и стала давать поводу этого бы срались не и в итоге она скорее всего от меня ушла потому что я бы наверно еще больше залезал бы в подвалы и в подвала бы сидел с этим пытался разознать что-то с чем-то связать бухал бы как скотина потому что к информации не навалилась ходил психологу мы с ним образом с женой разосрались она уехала сменил фамилию на скале и жила в другом городе скорее всего а я ну ты оставался бы фокс или выяснили пытается пытался больше информацию на году откинувшуюся наркоманов и сурик там кем я был кем стал очень вот это все говно но вряд ли бы я себя старался быть себя позиционировали какой-то лень твой психотерапевт лиза лэнд уехала через неделю после того как случилось вот как произошло все эти события когда ваше дело закончилось да поэтому я предполагаю что не ходил скорее не ходили бы психотерапевта я думаю что скорее всего из-за этого вы запивали бутылка лучший компаньон и психолог я думаю что да действительно какой-то один из вечеров опять жена находит вас на утро угашенным бумажка в своей лаборатории в своем кабинете который находится в подвале очередные очередные вырезки об иного очередные вырезки о каких-то людях которые совершают в беспамятстве какие-то действия какие-то даже убийства убивают свою семью и потом на допросах говорят что ничего не помнили вообще о том что произошло все это значительно усугубляет ваше состояние подскажите таки фокс отец ваш был в ваших связях так и психотерапевт прокиньте рассудок руку успех ну не этого началось накаркали 4 рассудка теряете и у вас по сути не остается никаких связей вы остаетесь одиноки со своими с тем что происходит у вас голове с тем что вы пытаетесь выяснить с плесенью в голове если говорить уж прям совсем грубо в один из вечеров пусть вы сидите на наверно с бутылкой виски или чего-то каким-нибудь блокнотом ну допустим давайте вы расскажете сейчас какой-нибудь 4 мая 1908 года становится тепло вечер ну чё да я наверно наковырявшись в делах в подвале понимаешь что у меня болит голова и глаза надоело мне все читать выбрался на улицу неважно какая погода наверно сел на какой-нибудь крест сначала на улице вот на пороге нас у нас то дом мой по сути которые выделили еще отцом на окраине города не до кирова такая вот и я на крыльце сижу под 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 навесом на кресле качалки бухают смотрю вдаль на небо в тучах не в тучах неважно если там нет звезд то их все представляю просто и думаю я ничего не просто бухать кресло качалка или какой-нибудь столик до классический такой такой мере он стоит она скорее всего радио работает на каких-нибудь между между станцией чтобы белый шум нашел и даже радио стараться на ряд собой вылавливаясь вовремя в белом шуме какие-нибудь сигналы все эти полгода а сколько у вас до порога рассудка который который точка надрыва да да . еще три норма действительно сидите запиваете могут быть звезды на небе может быть и звездное небо в принципе такая достаточно сельская местность поэтому в целом все возможно перед вашим домом останавливается машина номера денверский уходит мужчина одет скорее по официальному вот я достаюсь как и словно не так не фокс кто-то блять меня зовут флойд андерс и что тебе надо завтра к вам приедут ваши старые друзья нафиг они не устраивались на и другие для продолжения уже ищите ответ я вижу у вас рассыпаны вырезки газет видимо вам до сих пор не все равно флойд агент фб а эти друзья это кто агент салима я думал их приедет я думал то все закончилось все почему блять полгода спустя гранина является один фбр говорит друге зачем чем надо я блять из-за вас все потерял я жил как сраный фокс эти 8 лет вполне себе нормально что вам еще делать у вас не осталось ничего как вы сказали у вас не осталось ни жены ни отца ни семьи я встаю с винтовкой иду к нему нам стоит перед лужайкой перед дорожками она прямо перед машиной посаду к нему в полку душевного берега он не остались у нас скинь дружок возможно поэтому агент мур и сказал связаться с вами насколько они приедут сейчас вечер я предполагаю что во второй половине они все с разных частей стран попробуйте привести себя в порядок если это возможно я туда садится в машину даже не вышел я уезжает дальше что бы вы хотели сделать подготовиться вот этот вот период ночь там полдня там у нас все готовится я просто ложусь в потолок полночь сверю в потолок думаю и на всякий случай ружье далеко не брать агент салью вас как мы помним перевели достаточно быстро после того как закончилось дело перевели за холостный городок самая крайность страна далеко-далеко на север штат мэн граничит она с канадой маленький не сильно большой город бангор там даже нет офиса представительству фбр вас просто бросили туда как единственная агента выполнять какую-то работу которая там могла бы быть мешать полицейскими скорее всего именно так сейчас и выглядит ваша работа чем вы занимались полгода ну наверное первые несколько недель до перевода из дэнгера в этот завал усилия скорее всего проводил время больше семьей пытался поставить голове на полочках продолжилась развиваться конечно моя паранойя с записью всего и вся в дневник боюсь потерять снова в этот день своей жизни если это будет происходить каждый день перестану и жить собственно говоря жена в принципе наверно так много с пониманием отнеслась поэтому я особо не рассказывал о том что происходило но она понимает что не было тяжело и не сильно давило после перевода до никакой работы мы мозги особо не напрягаются делать толком ничего не надо все продолжаю разбираться в себе ну и тоже наверное еще какие-то похожие случаи с потерей памяти поскольку я в этом штате то примерно в округе которая это происходило и и думаю на несколько недель выбрался в отпуск куда-то на восточное побережье ближе на тихий океан смотреть также женой с ребенком жена я думаю переехала с вами доктор нельсин я думаю что проводили ли вы анализ крови жене и дочке да думаю да но я бы хотел это сделать через доктор нельсин да безусловно чтобы это не было если он в принципе он он знает что искать пряты все остальные знали что искать более менее доверяя в итоге оказалось так что у дочери обнаружены у жены я сейчас ночь 4 мая были жить и у себя я думаю что этот домик какой-нибудь не очень большой где-то скорее даже на окраине города то я видел это такая достаточно лесистая северная местность парков очень много ряда национальных я имею ввиду не таких прогулочных мечта туриста даже так сказал возможно эти прогулки трекинговые маршруты какие-то как-то вас успокаивали подальше от людей от машин вообще от жизни когда вы принадлежите сами себе но сейчас ночь 3 числа 3 на 4 вы спите с женой какой-то момент она толкает вас милый вы слышите звук как будто посуда бьется или что-то переворачивают кружки например машин в раковине которую посуду которые не помыли с первого может быть это же если у вас два этажа я разберусь я скрываю тумбочку прикрывать на стою оттуда стол фонарик с тобой если должна быть у себя в комнате иди к ней мы у нас где спальня на втором этаже поэтому как расскажешь так и есть вниз спускаться жене не надо иди к ребенку на прошлом проживая наверное вообще включают все просто во всем доверить и довольно агрессивно спускаюсь вниз кто это и осматриваюсь вообще принципе кухня откуда и доносилась до заходя на кухню или я думаю что там гостиная на первом этаже и где-нибудь какая-нибудь дверь которая ведет непосредственно уже в кухню сам через дверной проем в эген салливан видите лизе стоящих ей уже наверное 15 до 16 до в пижаме волосы вложена она стоит спиной к вам ты слышишь шаги сзади по лестнице милый лизе нет в комнате да убирают оставят они здесь смотрит на комнату жена видит дочку и направляется к ней говорит лизе это ты здесь почему я поздно останавливаю и идут 1 подхожу удачи с тобой все хорошо время жена подходит в любом случае вместе с тобой спокойно смотрит на часы на часах ты видишь сейчас ночь вечер был спокойный обычный дать дочка ушла раньше спать немножко буквально немножко раньше когда вы обращаетесь лизе не поворачивает снега в какой-то момент подходит берет хочет взять за плечи лидии будет лизе с тобой все в порядке в этот момент вы видите как слизи поворачиваться в руках у него видно пустую бутылку из-под вина может быть которая выпили как раз вечером вместе жена и она в этот момент бьет со всей силы по виску жене слышен хруст костей черепа чапканье которую кости вдавливаются в мозг жена ваша падает замертво лужа крови начинает растекаться может быть пока по полосу наверно который стоит на столе бросая взгляд на дочь вы увидите что зрачки у него покрыты как мутной белой пленкой как плесень которую видели когда-то в мониту спрингс из ушей взноса тоненькие струйки этой плесени которые уходят куда-то дальше под ночную рубашку рубашку изо рта словно водопад как слюни у дикой собаки вываливается это плесень просто течет буквально уже испачкал полностью ночную рубашку в которой стоит что вы делаете боже мой лизе что что происходит я хочу ее обезвредить скрутить убрать из рук бутылку прокинуть ближний бой чтобы как минимум мне не доставать в голове твою мать крит провал у меня крит успех вы делаете несколько шагов ее сторону жарки пытаясь схватить до оступаешься нога прилипает к свежей крови которая растекается сейчас у тебя перед ногами и удар тебе челюсть носок ты даже на мгновение чувствуешь эту боль с которой кости входят во внутрь твоей кожи плоти ты просыпаешься ночью в кровати один начинаешь осознавать ты же отправил жену к ее матери в бенге рядом звенит с кровати телефон я пока игнорирую телефон а дочь тоже женой они на летние скажем так тепло уехал я смотрю кто звонит определитель номера мало вероятно скорее всего обычный телефон салливан слушать 5 мая вас ждет в пейтоне по какому говорит адрес загородная 248 детектив трубку вешает прокиньте на рассудок я думаю что это могло бы пошатнуть ваши моральные опоры ну да я до сих пор тяжело дышу в трубку тоже она сопел текущие очки рассудка да прохожу один раз удочек что бы вы делали все время до самолета до отправления в пейтон я узнал голос который без каких-либо там ну как далеко до пейтона как далеко до аэропорта до пейтона далеко это пригород денвера это самолет влететь нормальным полу америки я думаю часа четыре не меньше про бангора далеко аэропорт по крайней мере то что я гуглил в бангуре есть аэропорта уже есть но он ими я комментировал видео нити я наверно встаю скрывать иду на кухню наливаюсь а просто полстакана виски залпом выпиваю немножко проветрюсь на улице в принципе это довольно северный может быть еще там зябка надо до смотрев на звезды поняв что раз сутка у меня начинаются конкретные беды я записываю свой сон недвиженской пытаюсь уснуть еще я бы на несколько часов до рассвета отключайтесь на следующий день направляетесь в банго агент сандерс а единственная я бы утром жене позвонил сказал что может быть скажу зайду агент 7 алисандерс вы тоже были переведены своим высостоящим руководством скажем так не федеральным бюро по наркотикам такое же федеральное бюро по наркотикам но солнечного и прекрасного сан-франциско штат калифорния где еще в шестьдесят шестом году было запрещено лсд это был один из первых штатов где была запрещена лсд откуда пошло все но никаким делам вас не допускали вы аналитик аналитикой пожалуйста и занимаетесь даже каким-то первоочередным делам вас не допускали это какой-то подготовки по статистических отчетов анализов какие-то финансовые документы каких-то компаний которые не имеют отношения в общем-то даже не после нового ксд с вами приехала ваша девушка жена которую которая решила также называть себя как и в предыдущем городе лиза лэнг что вы делали эти полгода рассказали ли вы жене слушали ли вы рок все это время я думаю что после того что я услышал там возле так сказать пещер я еще сильнее проникся чувством вот этого недоверия ко всей этой рок-н-ролльной культуре секс наркотики рок-н-ролл я понял что это лишь способ государства способ страны сильных мира сего управлять и в первую очередь это способ управлять мной наверное даже потерял какую-то толику доверие к собственному основному управлению центральному разведывательному и на фоне всего этого еще и неожиданные странности жены-девушки с которой мы вроде продолжаем встречаться вроде как официально уже разведены и я думаю что в этот период я больше всего интересуюсь радиоэлектроникой так как меня не допускают никаким делам я стараюсь также быть ниже воды тиши травы пишу стандартные классические сухие многотомные многостраничные нудные отчеты в центральное разведывательное управление даже по самым мелким ничтожным не интересным делам которые пропитаны этой пассивной агрессии бюрократа в свободное же время я наверное так же как и многие мои друзья так сказать или бывшие соратники собираю какие-то газетные вырезки собираю может быть кусочки дел подговариваю своих коллег в федеральном бюро по борьбе с наркотиками приносить мне какие-то может старые закрытые дела в обмен на какие-нибудь бейсбольные билеты на бейсбольный матч или еще что-то в этом духе и потихонечку собираю информацию с которой конечно не делюсь уже с церковью рассказывали вы рассказывали ли вы жене о том что произошло в монету спринт я думаю вы должны уехать сменить имя-фамилию в очередной раз я думаю что я пытался рассказать маргарет обо всем но она это не интересовало она ушла в какую-то собственную фантазию поэтому в какой-то момент я и так до конца и не рассказал рассказал что было дичь но какая именно нет в один из вечеров может быть вы прогуливаетесь это кян сан-франциско лето май почти лето жара это сочи практически только в америке зимы там толком не бывает вы сидите наверно с маргарет вечером может быть распиваете что-то алкогольное слабо алкогольное какое-нибудь вино просто у вас приятный вечер может быть вы я себе прокину чтобы выбрать чтобы вы рассказали например маргарет какую-то часть информации пусть чтобы было повеселее ведете обычный диалог она спрашивает клайв как у тебя на работе все так же также не интересно да ну вот это же будет меня пригласили в полицию в очередной раз для сотрудничества опять поймали какого-то подростка который не покалечил своих родителей ночью опять в общем ничего не помню что произошло вроде тебя интересовало периодически такая вроде бы он чист наркотиков давно не принимал довольно достаточно спокойно кстати я помню что ты говорил про про то монету street springs ты называл мне фамилии имена джонатана мура и александра рэдлида да я немножко покопалась информации мне было интересно и последнее время особо не было работы оказалось что они вместе служили во вьетнаме в составе спецгруппы и после этого они собственно после какого-то после нескольких заданий их вернули назад в сша сбр обоих вроде не рассказывал что они были знакомы я она меня в принципе же у меня догадывался же что муру и редфилд знакомых но я как хоть но я думаю что у меня интересно интересно редфилд и морд можешь пробить еще какую-нибудь информацию по этому делу ну да конечно я попробую с меня романтический вечер спасибо маргарет да мы все-таки были семьей как-никак я наверно напрягаюсь до сих пор семья хорошо я наверно пойду у меня завтра опять поэтому подростку зовут в полицию на утренний утренний брифинг на утреннее совещание забегу к тебе вечерком если что-то узнаю и будет у меня время хорошо да тебя видеть маргарет но взаимно клайк отцует тебя в щеку встает с песочка и направляется в тропях в сторону 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 улицы тебе домой я прикладываюсь к бутылку дальше провожаю вернувшись домой а может быть зайдя в какое-нибудь веселительное дальше заведение где все равно к сожалению продолжает играть рок так или иначе бармен снес сидя на барной стойке бармен музыка гремит плохо слышно достаточно хорошее место чтобы быть среди людей но быть одному бармен ставит на стол перед вами телефон на барную стойку и протягивает трубку я удивленно а потом неудивленно беру трубку тебе говорят один джонсон пейтон то есть пусть завтра пейтон детектив фонс уйдет вас я вешу трубку встаю наверно заказываю лодки быстро опрокидываю и выхожу собирайтесь и на следующее утро отправляйтесь нужного быстро бедно и самая сложная пара наша семья нельсон когда-то бывшая так именно такой прошло действительно 6 фактически 6 месяцев с октября 1967 у вас в фбн агент мельсон сменилось руководство это не тот мур одна фамилия с другого мура это абсолютно другой человек который считается с вашим опытом с вашей долгой долгими годами службы в б но не дает вам каких-то важных заданий это все больше такая следственная работа нежели оперативность это то что вам не очень по душе вы доктор нельсон вернувшись вы сами должны были договориться делились ли вы какой-то информацией и так далее и тому подобное мы договорились принципе я думаю что мы по очереди можем описать чем каждый он занимался потому что у меня есть несколько вопросов у меня есть вполне конкретный вариант хорошо давайте тогда вы расскажете я потом задам вопрос если вы на них не ответить агент ну я за это время как мы договаривались но наверное на время отдала дочь доктору нельсон до воспитания а сама и начала проводить собственное расследование на предложение мура которая молодой я согласилась ну наверное я сразу же поэтому отстранилась от доктора нельсон и всего слегка ну целью его является защита я понимаю что брайан моя дочь опасность и вот все ради них я поднималась а также наверное искала врача шефа тоже слишком много вопросов и может быть раз в неделю ездила в общину хипарей но наверное так и не решилась подойти просто наблюдала я думаю что скорее всего вы общались так или иначе вас все равно замечали с Эмми которая шила на самом деле глава мини-гласный скажем так этой коммуны да наверное я уже не так много времени уделяю своей работе потому что действительно у меня задачи много другие также я говорила еще в прошлом эпизоде о том что я передала своей записи доктору Нельсону в целом случае вот и возможно отдала ключ от ячейки в банке но со словами что не стоит торопиться ты поймешь когда нужно будет воспользоваться ну и все доктор Нельсон так я должен задать пару уточняющих вопросов первое я присутствовал при этом финальном изъяснении в пещере или я в это время уехал за дуги я тоже не приду все то есть что содержалось в записи которые ты мне отдала которую я уже уточнил книжки все наше расследование ну я помню мы об этом договаривались просто я уточняю и мои предыдущие дела это моя списная книжка в которой я записываю все свои догадки все что я видела слышала что смешного не поэтому в таком случае ну во первых мои отношения с бывшей супругой все таки как бы это не было грустно а владели в конец с одной стороны я скиньте по единичке тогда еще отношения связи с одной стороны я был благодарен что она приняла правильное решение с тем чтобы дочь которая больше тянется ко мне как мы уже выяснили все таки какое-то время осталось со мной с другой стороны мною двигало вполне здоровое негодование относительно того что я единственный был обеспокоен благополучием Рэйчел а не этим запутанным расследованием поэтому сделал именно такой выбор ну и мою в какую-то степени даже мужскую гордость задело то что Кобегеева решила броситься на амбразуру и не попросила моей помощи ведя это свое независимое расследование и так далее да, скорее всего я наоборот попросила тебя не вмешиваться не лезь куда-нибудь ну и у нас состоялся да, как мы по-моему тоже обговорили у нас состоялся неприятный разговор после которого мы скорее всего только изредка наверное перезванивались в течение этого периода я на следующий же день после возвращения из монету спринкс буквально уладив какие-то формальности я попросил об отставке из бюро я ну в моей жизни несколько сменились действительно приоритеты я понял что если я мог так легко потерять собственного ребенка то наверное следует все таки сконцентрироваться на благополучии именно ее я отправился работать на кафедру судебной медицины в колорадский университет он тогда его медицинский кампус как раз находится в Денвере насколько я помню в 60-е годы он уже существовал ну а я вот кстати еще последнее что я хотел вспомнить просто для уверенности в нашей крови были обнаружены не только следы этой плесени но и лезергиновые кислоты да в итоге я памятую о том что я все таки своего рода ученый крепко подзавязался алкоголем что благополучно сказалось на моем здоровье и прошел за эти два месяца два курса лечения бензодиазепинами чтобы по возможности нейтрализовать эффект лезергиновой кислоты хотя бы в какой-то мере ну и в принципе если мне можно высказать пожелания я бы с удовольствием встретил этот вечер на кафедре во время лекции и что сказать студентам без проблем точно так же прибегает а а а а а а а нельсона рассказывали ли вы про девочку в коммуне нет сурово я бы сказал а а через пару-тройку месяцев после того как агент нельсон вы ездили в коммуну Посматривали, можно быть, каждые выходные общались с Эмми Шилой. Эсми исчезла. Да. Эмми в итоге сказала, что она собралась со своим молодым человеком и в один в ночь просто уехали в бюджет. Куда, как, вообще непонятно. Никаких следов, даже какой-то пробивной информации, куда бы могла, где бы ее были, замечали ли ее, никакой вообще. Как будто человек канул в пустоту. Если вы, агент Нельсон, пробовали ли выяснить, найти какие-то документы после своих родов, какие-то записи о том, было ли, что действительно два ребенка, так, я думаю, что... Ну, скорее всего... Да, приняв усилия, благодаря вашему бывшему любовнику-прокурору, с которым связь на три у вас упала из-за развала, развода, разрыва, скажем так. Вот. Благодаря административному ресурсу вы нашли какие-то записи, где действительно... У вас родилось две дочери. Вторая... У второй дочки была болезнь, был не очень хороший прогноз на этапе рождения. Поэтому доктор Шерхард решил поступить вот так. Предполагалось, и в записях видно, что все записано таким образом, что считается, что ребенок умрет. Через несколько буквально часов после родов. Вот. Сейчас 4 мая. Пусть это будет утро. А 5 мая у вас тоже. Пары только начались. То есть вы в университете находились. Окей. 4 мая. Пусть вы отвозите дочь в школу. Вот. Она пусть сейчас находится у вас дома. Зашла с вещами, с портфельчиком, дожидаясь, чтобы вы, Гент Нельсон, ее отвезли в город. Ей все те же 14 лет. Может быть 15. Не знаю, когда вы там планируете, чтобы у него день рождения был. Вы собираетесь. Она говорит. Мам, уже опаздываю. Нужно немножко побыстрее. Вот. Вы, Гент Нельсон, собираетесь. Обуваетесь. И только Рэйчел уже вышла из двери. Выходя из двери, слышите. Телефон звенит настойчиво. Не так, чтобы у вас много звонков было. Иногда редкие звонки от бывшего мужа. Какие-то по работе. Но это не скажем так, что это прям супертипично. Я, наверное, говорю, Рэйчел, иди в машину. Я сейчас подойду. Да, хорошо, хорошо. Она уходит, берет ключ у тебя от машины, заходит, садится в машину. Снимаете трубку. Голос, безучастный мужской голос. Говорит. Отправляйтесь в Пейтон. Улица Загородная, 248. Детектив Фокс ожидает вас. Я беру, наверное, свой портельчик. Какая-нибудь сумка, я думаю, есть, скорее всего. Я беру свою новую записную книжку, которая тоже уже заполнена, но уже другими. Это больше нацелено на изучение пресси, поиски шерферта и так далее. Да, Рэйчел видит, что ты кладешь сумку в багажник, кидаешь, садишься, трогаешься. Машина медленно сначала начинает катиться. Ты даешь газу, задумавшись, наверное, смотря в дорогу, но в своих мыслях. Тебя прерывает Рэйчел. Мам, что-то случилось? Ты куда-то уезжаешь? Я видела, что ты клала сумку в машину. На Рэйчел. У меня появилось еще срочное дело. Возможно, тебе придется немного пожелать с нас. Ну, она и жила у отца. Я думаю, что просто здесь утром вы пересеклись, ребят. Раз вы сами сказали, что ты отдала дочь. Хорошо. Вот. Ну, говорит, ну, ничего необычного. Я говорю, хорошо питайся и... Папа всегда уделял внимания больше мне, чем срочные дела. И отвозите ее в школу и направляйтесь на машине. Доктор Нельсон, вы стоите перед аудиторией, амфитеатром, куча неглупой молодежи, скорее всего, раз они пришли учиться в ГМЕ в 60-х. Скорее всего. Вы, наверное, самозабвенно рассказываете о каких-то тонкостях. Могу рассказать, да? Я, наверное, пускай лекция уже приблизится к концу. Я завершаю ее. Пускай уже звонок проживаю. Ну, как уже привыкли мои студенты, за что они, в общем-то, меня и любят, заканчиваю образными случаями своей практики и заканчивая, опираясь на кафедру. Собственно говоря, молодые люди, траектория разлета мозгового вещества и траектория падения кровяных пятен сообщила нашему подсудимому две новости. Хорошую и плохую. Хорошая новость, что до конца своих дней он был обречен смотреть на залив в Сан-Франциско, а плохая, что ему пришлось делать это из окна Алька-Траса. Ну, что ж, я надеюсь, что вы достаточно хорошо поняли важность этого раздела судебной медицины и криминалистики. Ну, а за этим позвольте откланяться. И, кстати, я ищу взглядом в аудиторию одного из студентов. Нахожу. Алекс, как будет время, забежишь ко мне, скорее всего, после занятий. Я прочел твой эссе о естественной мумификации, нашел там два мелких недочета. Если бы это была обычная студенческая работа, я бы и не стал придираться. Но ты сказал, что решил стать судмедэкспертом. Поэтому должен быть внимательным к мелочам. Да, хорошо, профессор Нельсон. Вы видите, что во входе в аудиторию... Ну, студенты, наверное, встают. Да, да, встают. Девушка видит, что уже занятия закончились, забегает девушка с кафедры. Говорит, доктор Нельсон, может быть, по привычке называет тебя... Ну, я не обижаюсь, я привык к этому. Девушка, профессор Нельсон, вас к телефону какой-то молодой человек. А, да, спасибо. Одну минуту, я, ну, может быть, там, нахожу какую-то запись в своем столе, которую хотел с собой прихватить, сворачиваю рулончик и иду к телефону, поднимаю трубку. Голос говорит, мужской тоже такой же, безучастный, интернациональный, какой-то белый шум немножко на фоне. Голоса. Он говорит, доктор Нельсон, направляйтесь в Пейтон, загородная 248, детектив Фокс ждет вас. Эй, минуту, минуту, вы уверены, что попали именно туда, мать вашу, я щелк со злостью щелкну трубку на рычаг. Ну, 60-е, пусть и конец, фривольная навыка. Я, наверное, прямо в кабинете своем закуриваю сигарету, потому что курить я не бросил. Девушка спрашивает, Минди, доктор Нельсон, все в порядке? Да все в порядке, просто... Минди, сколько тебе лет? Пусть она аспирантка, наверное, года 23. 23. Знаешь, милая, я надеюсь, что когда ты доживешь до моего возраста, призраки никогда не будут стучаться в свою дверь. Передай дикаму, что мне нужно будет уехать куда-то по личной надобности. Формальности я уложу по возвращению. Хорошо, я передам. Я думаю, что... Подумаем, как заменить ваши занятия. Ну, профессор Паркер, я думаю, меня заменит. Я в любом случае оставлю ему записку, скажу, что чем я занимался с ребятами до этого. Да, хорошо, доктор Нельсон. Спасибо, Минди. Ну, если она уходит, я, наверное... Отсчет... Неожиданно. Мне надо как-то связаться с дочерью, но я думаю, единственный способ это позвонить в школу учительскую. Да, уже если 15 лет, то, в принципе, достаточно самостоятельно уже девушку. Ну, я, наверное, звоню в учительскую, не будем долго темыть, а я объясняю, в чем дело, представляют. Прошу, при возможности пригласить мою дочь, ну, что там... Да, она придела семейную. Да, подходит дочь к телефону. Да, пап. Приветствую. Случилось, что ты звонишь мне в школу? Такого я не был ни разу. Как дела в школе? Да, нормально, все точно так же. Те же придурки. Ну, помнишь, как мы с тобой говорили о том, что терпеть придурков – это один из признаков взросления. Не расстраивай меня, Рычал. Хотя, раз в день можешь называть их придурками. Я завершаю. Послушай, у меня есть... Только не обижайся на меня, ладно. Мне нужно будет уехать. Ничего страшного. Университетские дела направили на пару дней в пригород. Я позвоню маме чуть позже. Ты могла бы остаться у нее на пару деньков? Мама тоже куда-то сказала, что у нее срочное дело, собрала сумку. Вот так. Собственно, она отвезла меня и, видимо, куда-то дальше поехала. Я нашариваю, наверное, следующую сигарету, закуриваю. А если ты уедешь, я могу позвать подружек? Тихо недавно хотела ко мне зайти. Можешь, но только помни то, о чем мы говорили. Честное слово, мне бы больше не хотелось возвращаться из командировки и искать тебя по своему донберу. Будь умница, Рыч. Да, я с тех пор больше ни разу. Я знаю. Именно поэтому я тебе и верю. И да, ты можешь позвать подружек, но ты же не будешь против, если бабушка заглянет часов 8-9 вечера, посмотреть, как у вас дела. Да, конечно, конечно. С бабушкой давно, тем более, не виделась. Ну вот, тогда убьем двух зайцев одним камнем. Да, вечером тебя уже, я вернусь со школы, я так понимаю, тебя уже не будет? Скорее всего, да. Я заеду домой перед этим. Ужим найдешь в холодильнике, ну, если хочешь, может, приготовишь что-нибудь сама. Ну, мы с Скифой не разберемся. Все, спасибо, целую, пап. Целую, милая. Я позвоню тебе, как будет возможность. Я вешу тут. И направляешься. И направляюсь в сторону своего побитого жизненного восстановленного Вольво Амазон. Еду домой, ну, может быть, там собираю какие-то вещи, потому что я, честно говоря, в недоумении. Но все-таки, ну, скажем так, я, конечно, уволился из бюро и, ну, прямо скажем, сконцентрировался все-таки больше на делах семейных. Но, тем не менее, как у любого старого агента ФБР, у меня срабатывает какой-то раж. Но проблема даже не в этом. Проблема в том, что я просто сложил 2,2. И если Обигейл тоже куда-то направилась, у меня не случилось финального изъяснения с бывшей женой. И я догадываюсь, что оно может произойти впоследствии. Детектив Фокс, вы, пролежав всю ночь в чем-то среднем между сном и бодрствованием в каком-то беспамятстве, продолжая запивать свое сознание в старом добром зоне, держа винтовку, ружье рядом с собой в кровати, в какой-то, когда, в которой, будь здорова, в которой когда-то вы проводили ночи с Даной. Она, кстати, или как жену? Ты говорил, что она Дана, которая приняла, а потом появились в скалер. Вообще, да. Ну, вообще, маму данную скалер звали Маргарет. Когда я сказал Маргарет, я удивился. А, у него уже на Маргарет. В общем, с женой. Я думаю, что еще что немножко усугубило положение, я немножко упомянул, то, что она была беременна, о чем мы сами говорили, пока были в Монитус-принце. Да, но ребенка вы так и не видели. Даже не знаете, как его даже назвали. Приезжает, постепенно съезжается народ. Не будем отыгрывать каждый приезд отдельного. Я хотел стрелять в каждом. Каждому удар в лицо, ломая очки. Ну, хорошо. Я встречаю не дружинку. Кто на первый приезжает вообще по настраданию? Ну, я думаю, что если эти с самолетов... Я думаю, что, скорее всего, если Салливан не заезжает к семье, а сразу же едет в Пейтон, то, скорее всего, он либо... Нет, я заезжаю к семье. Тогда твой друг. Ага. Ваш друг. Сэм Уэль Сандерс. Тогда я его встречаю винтовкой в лицо. Стою, некоторые смотрят. А, это, блядь, ты. Привет, Фокс. Я поправляю, наверное, рефлектор на свои очки. Уже новые. Ну, заходи. Рад видеть. Не могу сказать того. Ну, а я тоже вру. Он заходит вру. Что он увидит? В гостины. В каком состоянии вообще? Я думаю, срач. Диван, телек, который включен на белый шум. Вокруг стоят бутылки из-под пиваса, скорее всего, и пара из-кредитового алкоголя. Коробка из-под пиццы круговая. Сына, воняет. От меня воняет. Это все воняет. Мухи летают в квартире. Хотя обидно, что здесь была женская рука, потому что некоторые комнаты совершенно не тронуты. У них, пожалуйста, только пыль навалилась. Я туда просто не хожу, скорее всего. А в основном, в гостиной, где комната и в спальне, там пиздец. Ну, я, наверное, стряхиваю с этого, с какого-нибудь кресла в гостиной. Пустые бутылки, наверное. Нахожу еще остаточки вискаря в одной. Вижу пиздец у тебя в жизни. И отхлебываю. Остапочка. Да что ты говоришь? А у тебя, смотрю, все нормально. Ну, я бы не сказал, конечно. Тоже стоило бы забухать. Они не позволят. Хер же, что ты приехал. Зачем, блядь? Какой-то хрен хмык, когда я пришел на днях, сказал, что вы тысячи приедете в мой дом. Ну, нахера я хотел бы растяжки поставить на вход. Открою. Ну, зная тебя, да, это в твоем стиле. Я в душе не чаю, зачем нас сюда позвали. Но думаю, что продолжить то расследование, на котором мы остановились. Знаешь, оно не дает же мне покоя. Я вижу, я смотрю на вот эти шумы в телевизоре. Тебе тоже, Фокс. И дает покоя сознание того, что... Как нам говорил Мур, или как бы этого Рутурка не звали, они пытаются что-то сделать. Что, блядь, мы можем сделать, а? Что мог бы сделать я или ты? Во мне вообще за реликовой херней могу в любой момент покрыться странной плесенью и превратиться в овощ. Один странный звонок телефона, блядь, или какая-нибудь помеха на телевизоре, и все, я бегаю, блядь, голый по району и ищу телефон, чтобы по нему позвонить. Что я могу сделать? Нахера этот хер пришел ко мне на двор, как-то тревожил меня. Я нормально прожил эти полгода. Бухал мне никто не мешал, мне все было классно. Но я вижу, что ты пиздишь, Фокс. Да пошел ты нахуй. Вот он поговорил. Что-то хороший был разговор. Прям топовый. Плохая игра по миру тьмы, пусть даже к условному, где Кирилла ни разу не послали. Постепенно, пусть плюс, ну, я думаю, что следующий приезжает, наверное, агент Нельсон. Я, наверное, минут 10 не захожу. Я думаю, да. Я стою около машины и курю. К тебе никто не выхожу. У тебя, да. Он какой-то. Нет, ты и ты. Я такая, что я сбаляя. Постепенно, последними приезжают доктор Нельсон и агент Саллива. Наверное, другого Нельсона не встречают нормально. Да, вы рассаживаете, скидываете бутылки, со стола сбрасываете, может быть, остатки пиццы. Я подбираюсь. Ну, да, я хотел сказать, что, может быть, в какой-то оставшейся коробке, где, где Фокс находит вчерашний кусок, начинает есть, посылая всех и вся. Я, наверное, ну, поздоровавшись со всеми, задав пару сочувственных вопросов Дэниелу, я подчеркнула, что, Коля, киваю, наверное, тебе, Бигейл. А я слегка в ахере, вообще, какого черного ты здесь делаешь? Ты задаешь мне этот вопрос? Ну, да. Ну, вообще, я должен спросить, как я тоже самое. Ну, если детектив Фокс сейчас не заливается исключительно стариной Джонни, а не гоняет наркоту по Вене, то, скажи, согласись, что это дело не в твоей юрисдикции, Энди. Твоей? Мне позвонили, а я, в отличие от тебя, больше не сотрудник, ничего бы тут не было. Я думала, что мы с тобой договорились, что ты оставишь это мне. Возможно, но, честно говоря, я не представляю, что ты здесь появишься. Ну, я закуриваю, наверное, на улицу курить. Я полудостав всего сигаретную пачку. Да, как скажешь, да. Между прочим, хреново выглядишь. Уж мне обижать. Я ему уже это сказал. Потому что он говорит, пляй за ней дохуище. Во всех ее дохуище. Фокс. А он больше, чем у вас. Заходит. Видите, как по направлению. Я думаю, что дверь вряд ли кто-то закрывал. А, ну, я бы тоже, конечно, пару стоп сдержал. Ну, поздоровавшись со всеми, туда-сюда. Ну, что ж, господа. Видам. Снова встретились. Почему каждому из нас позвонил неизвестный человек и сказал, что нас ждет Дэниел Фокс? Хотя, судя по всему, он даже сам не особо в курсе происходящего. Почему у нас здесь? Ну, у кого-то есть идеи. Без обид, Чарльз. Но, честно говоря, отчасти только поэтому я сюда сорвался. Я верчу в руках сигаретную пачку. Ну, еще раз без обид. Но если бы мне сказали, что меня ждет агент Саливан, я бы вряд ли сюда двинул. Я смотрю, у вас отношения наваливались. Об этом опять замешу на бюро. Чарльз, давай, колись. Я знаю не больше вашего. Анонимный звонок, сухой голос, никаких вопросов. В среде ночи. Ко мне пришел ФБР. Ты же ФБР. Да. Твой коллега ко мне пришел. Ты же должен быть в курсе. Ты же босс у нас был. Босс. Громко сказано. Громко-негромко, а то руководил операцией. Только мой босс не считает меня боссом. И ничего бы не сказал. Ты вообще, я знаю, кто это звонил. Выпьешь? Да. Да, после этого дела у всех нас в жизни произошла какая-то жопа. Я хочу выяснить почему. Я прошу прощения, у меня вопрос к куратору. А мы успели познакомиться с тобой? А мы вообще знакомы будем? Мы знакомы, да. Вы видите, что останавливается, даже не останавливается машина, а прогулочным шагом, проходя вдоль домов по улице, и поворачивает в вашу сторону агент Джонатан Мур, по кличке Джонни. Из-за ремонтов. Видите, что у него кейс с документами, ну или с чем-то. То есть он не с пустыми руками идет, скажем так. Доброго дня, господа. Я вижу, что все из вас все-таки решили приехать и собраться. Несмотря на то, что этот небритый, вонючий человек вас ждет. У меня винтов в очень дорогах, я пьяный. Я знаю, что вы пьяны. От вас перегаром тянет к соседним домам. Может быть, это и к лучшему. Вас примут за своего в определенных кругах. Лесень поезд. Ну, типа алкоголь, прикороче, просто. У меня плохое чувство игмора. Особенно, когда я занимаюсь делом. Так осматривается. Скажу честно, я весьма рад и признателен, что... К черту признательность. Я в целом рад, что вы приехали. Вы в этом по уши в дерьме уже. И, может быть, вы как раз именно те, кто сможет попробовать начать выгребать из этого дерьма. Не знаю, искали ли вы дальше информацию, делали ли вы хоть что-нибудь, или только сидели и бухали, и вырезали вырезки из желтой прессы. Но он цепляется, наверное, на один какой-то листочек из ваших вырезок, детектив Фокс. Говорит, но, к сожалению, желтая пресса стала писать значительно больше правды, чем официальная. Пришло время продолжить ваше дело. Если вкратце, тела так и не были найдены. Где они находятся, непонятно. Кроме того, через несколько дней, буквально в той же... Пропала девочка. Отец мертв. Он так и не вышел из скоматозного состояния. Девочке снова пропала. Та же. Ее некому искать теперь. Нам мы ищем. Но не знаем, к сожалению, где. Но это наше дело. Что о вашем деле? В ближайшее время, я думаю, что, может быть, кто-то из вас знает, что периодически в Денвере, в клубе Family Dog, хипари проводят свои кислотные тесты, так называемые, где они угашиваются наркотой, трахают друг друга на стенах, потолке и барных стойках, и при этом слушают какого-нибудь кудрявого Джимми Хенрифа. По нашей информации, на ближайшем, сегодняшнем вечером, будет очередной кислотный тест, на котором будут присутствовать все достаточно серьезные люди, типа Тимоти Лири, Кена Кизи, может быть, кого-то еще приведут из своей шоблы. Предположительно, на этой встрече будет обозначена дата и время следующей встречи. За это время произошло многое. Ваши вырезки не врут. Эксперименты стали жестче, с плесенью. Теперь не просто позвонить по телефону или забыть деньги, а убить, предать, отнести документы. Эксперименты стали точечными над разными людьми разного уровня, разного статуса. Как вы понимаете, заражаются все больше и больше людей. ЛСД как шел потоком, так и идет. Ничего не остановилось, а законы приниматься не хотят. Лишь несколько штатов запретила ЛСД. Да, видимо, всем похер, когда полицию пиздят на улицах почти по всей Америке. Никто не думает о том, что какой-то мальчик зарезал своих родителей. Он смотрит как раз на ЛСБРЗ. Поэтому вот почему мы здесь собрались. Потому что это те, кому не похер. И судя по тому, что вы здесь собрались, это действительно так. В общем, в первую очередь вам нужно попасть в этот Family Dog. Попробовать выведать информацию. Узнать, где будет следующая встреча. Мы предполагаем, что на ней будет проведен очередной эксперимент. Нам нужно узнать, что это за эксперимент. И получить какую-то информацию. Но даже больше мы предполагаем, что они пойдут дальше. Возможно, они приведут эту часть людей на какую-то свою экспериментальную базу. На один из своих экспериментальных объектов. Если там нам нужна информация, что на этом увидите. Не надо вывозить, привозить. Нам нужны ваши рассказы. Что вы там увидите, найдете. Поэтому важно узнать, что это за место. Я вижу, что Эбигейл хочет обратиться к вопросам. Давай. Да, агент Нельсон. Я вас слушаю. Я считаю, что доктор Нельсон здесь лишний. Чем он может помочь нашему заданию? Как минимум тем, что он доктор. Вы хоть что-нибудь понимаете в биологии? Вы можете только махать пушкой. И то, наверное, забыли, как это делается, агент Нельсон. Забавно, Джонатан. Это не вам решается. В нашу последнюю встречу вы позволили назвать вас Джонатаном. Поэтому, пожалуй, я продолжу. Но я хотел спросить то же самое. Напомню, что я более не должностное лесо. И вышел из бюро полгода назад. Вы вообще уверены, что... Все сейчас занимаетесь каким-то голоном? Или вы думаете, детектив Фокс расследует пропажу свиней в Пейдене? Сильно сомневаюсь. И еще пара месяцев пьянства, и он добухается до внешнего вида Хамфри Болгарка. Поэтому, чем черт не шутит? Незнакомое мне имя. Ты не любишь кино, да? Нет. Я люблю желтый пресс. Я смотрю, и не в белый шум. Да, и не в паршивую расцветку. Ну, а свои фильмы, мистер Фокс? У меня ружье, я пьяный. Товарищ Мур. Я думаю, что у вас будет возможность пострелять. Может быть, не в клубе. Но, да. Это чудесно. То есть, позвольте подытожить. Вы хотите, что мы дружной компанией, нашей партии, отправились в какое-то заведение, где мы должны представиться дебежными наркоманами? Вы прекрасно подходите на эту роль, как минимум вы точно. Спору нет. Но отпускать вас одного пьяного с винтовкой в клуб. Наверное, была бы не самая важная идея. Если честно, Жонатан, у меня к этому клубу личные счеты. Они чуть не угробили мою дочь. Поэтому больше всего я бы... Я, наверное, уже забыв про запрет Фокса. Все-таки закуриваю сигареты. Я думаю, что Мур тоже достает сигареты. Больше всего я бы хотел полюбоваться на то, что там сможет сотворить детектив Фокс пьяный и с винтовкой. Но, я так понимаю, нам приходится оставаться в процессуальных рамках. Это ваше дело. Это неофициальное здание, да? Как вы сказали, вы не полицейский. Вы не служите ФБР. Я верно. Если вас кто-то узнает, либо посадят, либо убьют, мы к этому отношения в данный момент в клубе точно иметь не можем. Дальше, когда вы найдете место или где это расположено, мы постараемся обеспечить вам прикрытие. Потому что вас нужно будет забрать оттуда, иначе ни рассказов, ни информации мы не сможем получить. Ощущение, что мы выполняем функцию наемников. Только что... Все мы наемники. Что мы будем с этого иметь? И мы узнаем правду? Что это изменит? Я ничего вам не предлагаю. Ну, ты вот в шоу-майду предлагаешь нам работать для себя. Может быть, что вы найдете то, что позволит вам вытащить плесень из башки? Да, вот это звучит уже интереснее. Джонатан, я прошел два курса диазепама, я до сих пор не уверен, что, кроме того, что мой сон улучшился, это дрянь в сочетании, ну, лизергиновая кислота в сочетании с этой плесенью, как-то и элиминировалась, как у нас говорят, из моего организма. Да ни хера не меняется. Становится только хуже. Все хуже, блядь, и хуже. Отравленного народа становится все больше. Не знаю, это чертово дерьмо. Я уже начинаю думать о том, что... Нахватит блядь, блядь, блядь! Навтягивает оставшуюся половину сигареты, бросает ее в коробке из-под пиццы, тушит, не знаю, там, вот, кусок протухшей пиццы. Я начинаю думать о том, что, может быть, действительно правильно, что всех заразили. Когда все будут заражены одним сигналом, мы сможем сделать из этих ебаных наркоманов нормальных, хороших американцев. Или пушечное мясо. Которые пойдут служить, или будут работать, не будут пиздить полицию. Я читал про одного австрийского художника, который пытался сделать что-то похуже, а в сороковые. Получилось хуйня. Все мы читали про него. Все мы знаем, это было не так давно. Они, слава, лишите свободу воды. Поэтому, если не вы хотите быть этим пушечным мясом, вот вам стимул. Я бы ответил, нет, агент Мур. Но, когда я смотрю, как очаровательно злится моя бывшая супруга, я отвечу, да. Я осторожно бросаюсь, говорю, в пивную банку, взляхиваю. Вот они, братьюня. Как бог придурком так и остался. Тогда, я жду от вас информации. Я позволю себе остаться в вашем доме, Битэкти Фокс. Брэн Ризик. Только с таким условием. Постойте, Джон, там, но остальные молчат. Чарли, Лайф. Остальные проделали весьма долгий путь. Я, конечно, не думаю, что они хотели услышать именно то, что услышали. Все это было очевидно, рано или... Ну, так, сами сказали еще полгода назад, что рано или поздно у нас позовут. Вот, время и настало. Я бы не приехал сюда. Наверное, после того сна, который я в Дэвид Дэвиде приснилась, я просто готов и соглашаюсь. Я в Дэвиде, если это как-то можно будет вытащить и остановить, я сделаю все, что смогу. Я планировала согласиться на все, что вы предлагаете, только с тем условием, что моя семья будет в безопасности. В голове вашей дочки в плесень. Она не в безопасности. Агент Нельсон, снимите розовые очки. Вашу дочь может убить. Но с Брайаном она будет более безопасна. В его голове плесень. А действительно. По одному сигналу, либо она убьет его, либо он убьет ее. В безопасности мы не знаем. Одни далеко в горах на Аляске. И то это далеко под вопросом. Можно заебку? Конечно, можно. Ну, пока Мур произносит эту проникновенную речь, я, наверное, делаю несколько шагов к тебе через комнату. Осторожно, беру тебя за плечо и... Эбби. Давай на секунду подумаем логически. И без идиотских обид. Мы полгода действовали поры. И мало того, что не избавились от опасности, которая грозит, как сказал Агент Мур, нам всем троим. Но еще и загнали свою жизнь в еще более глубокую жопу, чем она прибывала до этого. Так вот, дорогая, может быть, имеет смысл для разнообразия. Я попробую сделать что-то вместе. А если ничего не получится? Ну, значит, после вас попытаются другие. Я бы сказал, что зато мы неплохо проведем время. Ну, то ведь опять назовешь меня придурком, да? Вы не думайте, что только в нашей стране. Я не знаю, знаете ли вы о космической программе Советов. Знаете ли вы о том, что нас начинают теснить во Вьетнаме. А мы не знаем, там ли кушечное мясо на той стороне. А если все эти миллионы живущих Советов встанут, переедут и пойдут по Европе, сметая все у себя на пути. Во благо какой-то высшей коммунистической цели. Не мыслите так низко. Я понимаю, что вам плевать на страну и на все остальное. Но ставки значительно выше, чем ваше ебаное имя и фамилия. Джонат, остыньте. Мы так или иначе все засветились или в бюро, или в контрразведке, или в управлении по наркотикам. Нам не плевать на нашу страну. Я уже сказал, если никто не возражает. В конце концов, что мы теряем? По большому счету, мне меньше нравится судьба марионетки, которые могут ставить задницу за водной ключик в самый неподходящий момент. Когда я полагаю, что вам стоит отправляться в Дельвер, езды пару часов, не смею вас задерживать. ФБР обещал мне убраться в доме, я не могу отказаться от такой услуги. Поэтому поехали, господа! Я пьяный, меня нужно подвезти. Я сразу сюда нел. Если обещаешь дождать водку. Другой обещай. Я беру ружье с собой. Мне надо переодеться. Если мы идем к хипарям, надо быть хипарем. Я, наверное, без спроса поднимаюсь на второй этаж в какую-то комнату и привожу себя в хипарский порядок. Просто начиная рвать на себе одежду. Кто пытается как-то привести себя... Ну, хипари не рвали на себе одежду. Это какая-то искаженная составляющая. Я, кстати, по-моему, в самом первом нашем, в нулевом, вернее, деле, заявлял, что я ношу что-то вообще не о повторяющие подобных агентов АБР, там гавайские рубашки и так далее. Поэтому, в принципе, я выгляжу разве что в возрасте, он довольно по-разгильдейски. Поэтому, в принципе, прокиньте, ну, кроме, я думаю, что детектива Фокса, он, в принципе, он вполне сходит. Все остальные, по-моему-менее, прилично выглядят. Прокиньте смену внешности. Это что такое вообще? Смена внешности? У меня такой вопрос. Да, я тоже? Да. Плюс 20 можно сделать. Плюс 20? Нет, нет. У нас там была заявка, что у нас 8 штук по плюс 20. Ну, блин, на этапе создания персонажа. А, только на этапе создания. Да. А, ну да. И мы их, по-моему, не раскидывали. Мы их раскидывали, да. Не знаю, агент Нельсон раскинула ли их? Где точки поставила, где... К третьему стриму. Я прошел. Отлично. Кидайте, кидайте, господа, кидайте. А, оно там, его там не было в этом. Я не прохожу. Скажи, где Ржи остались. Это, ну, какая именно? Я думаю, это двустволка. Я тоже не прохожу. Я просто порвал на семья. Думаю, что так не бывает. Да нет, это же не так, ну, не настолько критичная проверка, что вас там не пустят или что-то такое. Просто, ну, что вы будете выделяться. Сейчас. Агент Нельсон. Да где эту книжку? У меня 7 из 10. Нифига себе. Моби классные верочки. Так. Фаер арм. Да ну. Я думаю, давай сделаем так, что это, типа, дробовика будет. Ну, статы дробовика. Я думаю, что это, типа, будет ружье двустволка. 2D8 урона. 2D8? Да, 2D8. Спасибо. Вы? Да, я не раскидывал. Ну, я понимаю, что доктор Нельсон. Мы с Фоксом Нельсон, да, вы компания. У меня провал, я просто порвал на себя одежду. Я же говорю, это не так критично. Вы кто? Ну, я так полагаю, что вы... Ну, я бы с Андерс. Официальный тестюм точно бы сменил. Ну, да. Ну, да. Типа джинсы. Вот. И я думаю, что вы на машине с агентом Нельсон едете. Так, кто меня подвезет, с тем я и поеду. Вы... Проходит пара часов, начинаете немножко темнеть. Становится сумрачно. Вы потихоньку въезжаете в Денвер, направляясь в... К клубу, я так полагаю, Family Dog, который открылся не очень давно, в сентябре 67-го года. Ставишь на новый клуб. Небольшое здание, расположенное вдоль дороги. Если вы что-то хотели бы до этого, то можете заявить. Я по пути хотел бы попросить, чтобы где-нибудь остановили. Я там проблевался, потом выделил бы кофе. У нас мы в туалете... Чуть-чуть порядок сегодня. Да, как-то это... В эмоциональный. Чуть-чуть, как-то здесь все будет. И все, да. Жасмазня. Мои запасы закончим. Вы подъезжаете в итоге к... К именно такому клубу. К этому клубу вашему. Family Dog. Небольшое, как я и сказал, здание, расположенное вдоль дороги. Относительно высокое, наверное, метров 5 высотой. Обычное квадратное здание из красного кирпича. С белыми такими арками, как с Санта-Барбара, типа, как будто бы проход. И деревянные двери, которые ведут вовнутрь. Есть небольшая парковочка. Сейчас здесь толпится достаточно много людей. Одетых в блинную одежду, в цветастую, с фенечками. Уже из клуба слышно, звучит достаточно громко музыка, которая долетает до ваших ушей. Много-много молодежи, просто куча забивается. Видно, что с улиц подходят, подходят и подходят еще люди. Все стены увешаны плакатами, постерами, всевозможных концертов, которые здесь были. Дженнис Джоблин, тот же Хендрис и все кто угодно. Просто вся вот эта вот шушера и другима нынешней музыки текущей здесь выступала. Такое культовое место. Особенно в Денвере. Ваши действия, господа, агенты, детективы, бывшие. Останавливаются, когда я говорю, в одной машине или в равной машине? Да, мы в одной машине. Да, наверное, уходим на улицу, встречая этих людей. Такой будет план, насыщился вообще план. Ты просто войдем туда и скажем, здорово, хиппи, как или в БЛСД. Ну, я и кидаю с газом толку, наверное, в этот момент. Ну, я смотрю, народ здесь довольно ровно-бросный. Абсолютно рад. Мне не кажется, что нам как-то нужно косить под тех, кого мы не являемся. Кстати, Клайв, жаль, что его рубашка, я как-то не перестарывался. Да, давно не работал в поле. Я, скорее всего, часто в таких местах. Я, наверное, тоже делаю обычный хвост. А девочки, ну, легкая амаскировка, но как-то с Плаком Кентом. А девочки и не путёжили. Видите, действительно разные. То есть, да, определенную большую часть людей, именно вот такой типичный хиппи, которому вот вы, например, привыкли, видите. Это все в целом достаточно часто. Вот. Но есть и другой народ, просто одеты по-другому. То есть, по большому счёту, кислотные тесты – это просто вечерины. Вот в таком стиле, который обычно проводится братством вечной любви. Вам-то это вообще знакомо, это боль. Может быть, вы уже выйдете на них когда-то под прикрытием работать. То есть, вы понимаете, что здесь просто все желающие собираются. Это фигарят ЛСД иногда без ведома, их подсыпают до ЛСД. Ну, это было по-первых, сейчас уже такого нет, скажем так. И просто слушают музыку, тусят, бухают, трахаются. Классно проводят вечер. Обычный рок-клуб. Я, наверное, говорю о том, что... Здесь особо просить ничего не надо. И оправдываться тоже никому неинтересно кто-то, что-то и чем-то. Ну и, если верить тому, что я читал в журналах, лучше всё-таки ничего не пить, ничего не есть, не класть под язык подозрительные квадратики и не брать предложенные сигареты. Я начинаю задумываться, что это какое-то плохое место. Давай мы тогда пойдём, что мы здесь стоим-то, да? Я прохожу кулечке порядом. Давай, братишка! Мир! Да, тебе протягивают сразу же какую-то хлопку, пылку. То есть тут братская, общинская, коммунская атмосфера. Все друг друга любят. Я пропитываюсь. Вот, да. Я напрягаюсь. Вы заходите вовнутрь. Здание, небольшой коридор, из входа, который проходит, открывается в большой зал. На сцене идёт какой-то разогрев. Сейчас, вернее, не разогрев, а настройка. Стоят гитары. Видимо, какая-то группа выступает сейчас. Или кто-то из известных звёзд. Уже достаточно много людей внутри. Накурено, воняет потом, кислый запах алкоголя, спирта ударяет сразу же в лесу вместе с непонятным. То ли это пахнет перспектива в фокусе дома? В клубе такая привычная. Я в машине уже привык, поэтому мне пофиг вообще. Бар, естественно, забит сейчас. Везде стоят спокойно чаны с пластинками ЛСД просто по всей барной стойке на входе. То есть везде. То есть бери не хочу. Как фунш на студенческой вечеринке. Вот примерно то же самое сейчас. Куча людей. Видно, что... Хоть и написали, что начало в 7, но по классике начнётся в 8. Как любой концерт. Поэтому ещё такая разогревное время. Что бы вы хотели подделать вот это время, пока ещё не началось? Тусовка идёт. Но основные люди, скажем так, не приехали. Те обещанные Тимати Лири. Ну хотя бы можете попробовать прокинуть. Я вот хотел оглядеться как раз. Я, наверное, закуриваю сигарету и оглядываюсь вообще... Ну, скажем, расплыв, что-то в поисках чего-то любопытного. Да, да, хорошо. Мало ли, что-то понимать. А я меня долго там что-то раздавал. Ты уже вкинулась? Вкинулась? Я... Пока что нет. Рукидывайте, доктор Нальсон. Я со своим. Да что ты, блядь? Ты со своим. Да, борешься с наркотиками. А лучше борьба это уничтожение самозаправления. Чтоб наверняка. Агент Гнесса пришел истребить все наркотики. Ну другим нельзя доверять. Бдительность кидаем, да? Я бы поиск сказал. Ты же хочешь что-то найти? А, ну да. После ЦК я вообще никому не доверяю. Чего? После ЦК я вообще никому не доверяю. Ну как написали ЦР... Нет, я провалился. ЦРУ Центрального Русского Управления. ЦРУ Центрального Русского Управления. Ну я думаю, ты так тоже походил, посмотрел, пристал куда-нибудь к барной стойке, сделал вид, что я там открываю вот эту пластиночку, естественно, закидывая это так, делаю вид и... И хотел бы с каким-то местным чуваком, который бы сидел рядом, завести какую-нибудь беседу, посмотреть, насколько он адекватный, что он может ответить и разузнать, во-первых, как часто бывает, когда следующий раз бывает и вообще, что сегодня ожидать. Хорошо. Остальные? У меня тоже есть заявочка. Я знаю, что пока мои компаньоны разбрелись опрашивать местных, я бы наоборот хотел своим привычным взглядом поискать, ну по-любому здесь есть один-два агента ФБН, ФБН или даже ФБР, я бы хотел поискать, приметить их. Прокинь, я бы поиск сказал тоже. Поиск, да? Да, я, наверное, что, я думаю, что медаль находит. Если меня не убивают сразу, я, наверное... Не-не, это обычное бухло. Осматриваюсь еще самую такую тут компанию, которая там... есть! Это вы! Один уже закидывает с НСД, вы видите, как встали он подходит к барной стойке, из чана берет, закидывает себе. Вы не понимаете, что ли он прикалывается, что ли он правда в дайву. Я, кстати, беру пора усилить, как самопластинчик. Суе в кармашку. Да, безусловно. Мне почему-то... Это сейчас минутка офф топа. Мне почему-то... Такая богатая концертная просто, мне представляются какие-нибудь говныри, которые перед сценой стоят уже в говнище просто. Еще музыки нет, а они в городах. Нет, нет, нет. Я думаю, что есть какие-нибудь такие там в районе. Нет, нет. Знаешь, есть разные категории здесь людей. Есть те хипари, которые вот, ну, прям за свободу выбора, за неописуемый опыт, которые вот, ну, примерно похожи на то, что ты описываешь. Есть что-то типа группис, которые там с группами гоняют бабы-мужики, которые, в общем, спят вместе с ними там же в автобусе и кайфуют, в общем, по жизни в турах. Вот. Есть немножко похожие на ваши, на остальных, скажем так, людей, которые просто шли попробовать, а что здесь прикольного, что за парень, что за вечеринка разгрузиться. Вот. Я думаю, что, ну, такую компанию легко найти. Так, агент Нельсон остался. Да, ну, я как говорила, я произвожу общую осмотр. Да. Ну, бдительность. Поезд, да. И, наверное, я бы обошла все. Память? Сам. Все помещения, да. Уборные, может быть, прошла бы там, где бельмерки под наркошек, я знаю. Хорошо. Давай. Ну, мне 30. Ну, можешь ничего не кидать туда. А. Ну, я уже кинул мне 30. Хорошо. Доктор Нельсон, действительно. И это легко, и все хорошо. Пока еще не началась пати. Поэтому, может быть, если и есть приехавшие звезды, скажем так, гости, вот, то они либо в гримёрках, либо где-то находятся, то есть еще явно не в самом клубе. Вот, не в самой сцене. Агент Сандерс. А, это же я. Я на секунду вспоминаю, что я Сандерс. Сколько у тебя у вас больше? Я, наверное, опишу это так, что после того, как такси Фокс разбил мне очки, мне пришлось спешно переезжать в другой город, где я не смог найти нормального автометриста, который мне немножко накосячил с очками. Теперь я хуже вижу, вот, и поэтому проваливаю свою проверку. Ну, темно достаточно, да. Может быть, они еще не приехали. Кто еще, кто его знает? Ревятский Фокс. Вот. Я пьяный с ружьем. Агент Салливан. Не будем отыграть. Рассказывает вам один из парней сидящих, что пати устраивают в разных местах все время. То есть, они не привязаны к какому-то конкретному клубу, конкретному городу. И обычно по-разному делают, в зависимости от того, кого хотят видеть на этих вечеринках. Если там достаточно какие-то приезжают вот эти главные, скажем так, из этого братства вечной любви, это Лири, Кен Кизи, кто-нибудь еще там из групп, то обычно это говорят вот на таких вечеринках. То есть, только личные контакты, хипарь между хипарем. они передают эту информацию, где будет следующая встреча и когда она будет. Вот. Если это просто открытая пати типа концерта, то иногда даже на улице флайеры раздаются. ничего такого выгружающегося. Детектив Фокс, находите каких-то, может быть, сидят за столом, пусть это будет как в стену встроенный стол и круглые такие диваны, какие-нибудь красные, бархатные, которые были когда-то таким. Вот. Там сидят угашенные, перед ними уже раз это раскиданная часть этикеточек. Вот. И там компания молодые достаточно. Лет 25, наверное, где-то так. Я пацаны спрашивают. Здорово, пацаны! Да, брат. Протягиваю тебе бутылку, стакан или что-нибудь. Ух! Как у вас здесь бодро! Че, как, ждете концерта-то? Конечно, сегодня будет Джимми Хендрикс выступать. Джимми Хендрикс. Да, по кайфу вообще крутой мужик! Крёвый чувак, да? Да. Говорят, что будут даже Тимати Лири, который вообще топит за ЛСД, за опыт, за свободу, вообще по кайфу. Пацаны, ходите, я вам свой опыт расскажу. Давай. Короче, тут дальше, а, я еще слово такое знаю, недавно. Керафика. Недавно погулял я по лесу. Знаете, этот лагерь в лесу с коммуной? С коммуной, да. Бывало и у них, короче, там выяснилось, что там какие-то ребята пропали. С... давненько уже. Да хер знает, там часто кто-то пропал. Я выяснил, что я сын одного из пропавших ребят. Никей. Нихеросия. Вот это просто. Вы... Ты помыял? Ну... Я, честно говоря, забыл, сейчас. Это не очень. Дальше. Дальше? Дальше от меня ушла жена. Я начал бухать, блядь. Она не очень хорошая, у тебя опыт. Свобода. По-моему, у них у всех такой. Зато можно любить, кого хочешь. Причем к Джине одной привязываться? Ты прав. Вон у нас есть Стейси. Обычная девчонка, 19-ти, наверное. Это кисель, которую вы были уже. Не, ну нормальная Стейси. Нет, вполне. У меня и кисель. Чем пенее, тем симпатичнее. Я сейчас. В раз там, не маха, какая Стейси. Слишком молодая. Да, лет 18-19, наверное, не более. Так это, я у вас просить, что-то хотел бы, не забыл. Сейчас, секунду, парни. Я встаю, на какую комнату из этих. Кого я там хожу? Я думаю, что за барной стойкой видишь, наверное, Саллива, насквязь. Я подкажу, я уберу шкинку. Саллива! Что случилось? Мы зачем сейчас приехали? Говнище просто уже. Просто даже не то, чтобы он выпил много, а просто это наложилось уже на выпитое за полгода. Садись, садись. Подожди, я там перешел контакт. Зачем приехали? Вопросы, вопросы. Вопросы. Нам нужно выяснить, где будет следующая тусовка. Где будет следующая тусовка? Да. Это что еще нам будет? Че? А? А, бля, ты куда-то повезут, наверное, я подхожу. Кого повезут? И ты здесь. Бля, Фокс, ты опять в говно. Нет, я нормально, ты что, я трезвый. Я ходишь, по прямой линии пройдет. Я бы, наверное, хотел, знаешь, что сделать? Я хочу прокинуть фармацевтику, чтобы узнать, чем можно его отрезвить. Может, там где-то есть какая-нибудь? Можно я в порядке минутки мне такие ивенты? Ничего. Я бы рожей под холодную воду, это как-то немножко взбодрит его, но вряд ли он протрезвее. То есть, ты можешь не кидать. Полумесячный запой, это очень сложно. А вы знаете, что-то есть. Пайтон. Я Джонсон, на самом деле. Неважно. Я, наверное, делаю вашу куток разговора. Так, подожди, я золото тебе ходим от плана. И здесь все. Да. Давайте мы перейдем к агенту Нельсон. И сейчас. Сейчас я с Эмель. Я хотел бы, я вам на вопросе труднее, я хотел бы вернуться к ребятам потом. Да, возвращаюсь. Вы, агент Нельсон, проходите, бар тянется с одной стороны, практически, ну, достаточно длинный барный, барный стойка. Я, наверное, бутылочку и пиваю. Да, стулья, он одноэтажный клуб. Да, одноэтажный клуб. Спусть справа бар от входа, слева расположены диваны. Остальное все типа танцпол. Сцена достаточно высокая, на которой стоят инструменты. И слева от сцены двери, которые ведут, ну, скорее всего, во внутреннее куда-то помещение дальше там. не думаю, что тебя пускают вас туда. Там стоят люди, несколько человек, таких достаточно крепких мужчин, в темных майках, которые, если вы подходите, говорят, что здесь закрытая территория, здесь музыканты и VIP. отойдите, пожалуйста. Ну, я, наверное, начинаю жаться. Я думала, там туалет. Если ты хочешь потрахаться с кем-то, после концерта можешь подойти с обратной стороны клуба, музыканты будут выходить с той стороны, там у них будет стоять автобус. Тебе туда, но ты, пожалуй, старовата уже. Зачем так жестоко, мальчики? Я всего лишь искала туалет. Туалет в той стороне, рядом с баром. Спасибо. Вглядывая вовнутрь, в сторону коридора, вы замечаете, что там стоят три человека. Двоих из них, дабы не описывать их и не портить людей, настоящих о своем описании. Там стоит Тимоти Лири и Кен Кизи. Двое. И с ними стоит еще один человек, выглядящий несколько солиднее, чем они. Не сказать, что он в костюм одет. У него льняные брюки, достаточно легкая рубашка, светлая. То есть он такой, как бы, пытается вписаться во все это хипарскую. Светлые, чуть длинноватые волосы. И такое видно, что он немножко надменный, я бы скажем так. То есть не наравне, они с ним, не он с ними, а они с ним не наравне общаются, я бы сказал так. Вот. То есть он, типа, значит, сказывается впечатление, что он явно посерьезнее. Потому что они с ним что-то обсуждают, он им так достаточно что-то быстро откат, рассказывая. Вот. И в этот момент тебя как раз начинают потихоньку теснить, чтобы ты сваливала в сторону своего талета. Вы на этом, где Фокс, возвращайтесь к этим хорикам. О, ты вернулся. Пацаны. Как тебя звать-то? Дэниел меня зовут. Зови меня Маута. Какое-то у него в голову пришло, я просто самого. Моё имя пременной конь. То есть вот у меня, друзья, статно. Да, статно. Это. Хер такой же, как у коня. А вот у меня коленка драться. Скажи мне пременной конь. Э-э-э-э-э. Известно? А цены, когда выступать, они будут они куда потом? Да хер знает. Мы, собственно, пришли тоже поэтому узнать, где же будет следующая пати. Да? Поговаривают, с Луки ходят, он так тише начинает говорить, чтоб, может быть, там часть друзей его не слышала, на ухо тебе тоже чувствуешь, как перегар, может быть, даже слюня пошел. Так громко достаточно, говорит достаточно эмоционально. Вот, видно, что у него зрачки немного расширены, явно уже вторгнулся. Он говорит, что, говорят, что будет какая-то закрытая пати, где будет какой-то новый вид, самый чистый, самый четкий, откровенный, самый лучший, который можно найти. Мы пришли узнать, может быть, здесь, если приехали все вот эти вот лирии и все остальные, то, может быть, здесь скажут, как раз, где следующая пати будет. Хотя бы слушок пройдет среди людей. Братиша, ты не знаешь, пока у кого это, фу, не можем встать. Я хер знает, пока еще не все собирались. Ты будь рядом. Я ему пластинечку подсовываю, на. Чтобы не ходить. Будь рядом, если что-то узнаю, я скажу, и ты, если что-то узнаешь, он берет тебя за лицо, за щеку так прям, у вас кого-нибудь. Если ты что-то узнаешь, скажи. Конечно, батишка, коняшка. Обязательно. Конечно. Выбьем. Выбьем. По-моему, Фокс в краю. Проходит какое-то время. Наверное, минут 40-50. Народ, клуб забивается. Вы, наверное, теряете Дэнктив Фокс, вы остаетесь с этими ребятами? Или как? Где вы вот? Клуб набивается полностью. Явно, что там 5-7 минут, и вот уже будет прям концерт, готовность или что-то такое, выход какой-то. То есть... Я, наверное, сажусь в какой-нибудь угол с бутылочкой пива. Да. Рядом, наверное, с более-менее цивильным рыбачем. Может быть, там какие-то относительно невзрослые люди. То есть, дети, наверное, старше, может быть, ровесники вашей дочери агентные цивилизации. Вот. Ну, подслушивая разговоры и так далее. Я, наверное, следую примеру Эбигейл, тоже где-нибудь поблизости от тебя располагаюсь, но поскольку я завязался спиртом, я нахожу последнюю, скорее всего, в этом логове разварата бутылку минералки, которая там где-то в баре завалялась случайно, и попиваю водичку, смотря за... Я беру, наверное, какую-нибудь бутылку из-под лискаря и иду в сторону Салливана. На бар. Да, я не стал отходить от бара, потому что это достаточно выгодное место, где рядом первых бармен, которые водятся, знают все слухи этого города. Рядом бар, да, все сюда подходят, и плюс асцены, наверное, не так далеко. Ну, сбоку, получается, да, вдоль. Ну, куда-то поближе, да. Все равно они на противоположном углу, там можно будет увидеть, услышать, узнать что-то более менее отстоящее. Не так тихо. Я, значит, посидев в некоторых разграничениях, когда народ добивается побольше, я, наверное, запоминетив Нельсона, чуть ли у Нельсона, сидящего у губа, короче, минерал. друг, на расстоянии друг от друга, но... Я иду туда, с оружием сгоним. Эйди! Эпишечка! Эбанес! Айди здесь, как себе, забываю, лицемый классный, реально. Слушайте, я тут узнал. А, ну-ка. Я тут эктив. Я не это узнал. Я узнал, Эй, если что, я вот в этом не сомневался, ему просто меня переспросить. Я узнал, что, возможно, здесь, сегодня, возможно, ну, исключено, что после концерта будет теститься какая-то новая душа. глядя, числяешь. Честно, он так рассказывал, что даже захотел бы пробовать. Ну, пробовать бы это я не стал, Дэниэл, ты помнишь, что вообще-то надо узнать, в первую очередь, о том, где будет проходить следующая учреждение. Там не пульпы, это же все одно-ка-дноу. Ходят слухи, что как раз-таки пацаны, с которыми я подозрительствовался, они рассказали мне, что не знаю, кто отправится дальше, это вся дурация, но, что, скорее всего, дурь, они будут видеть где-то здесь. Я думаю, нам не нужно знать, когда они поедут дальше, если дурь будет использовать где-то здесь, возможно, вот эта дурь, это и есть что-то, что-то как раз-таки, что-то новое вище. Возможно, какие-то новые препараты, которые подселяют эту сраную плесень. Я думаю, что в любом случае стоит взять пару образцов. Конечно. Но, предположим, в нашей институтской лаборатории найдется необходимое. Я просто развиваю свою мысль, чтобы ее не потерять, слушая вас. Найдется необходимое оборудование, чтобы делать более-менее развиванный химический анализ. Вопрос только в том, будет ли она раздаваться так же легко, как эта отрава, которая здесь валяется в ладочке. Я думаю, это будет какой-то вид, вид, часть пати. Может быть, после концерта автопати, я узнал у пацанов, как это называется. Хуеет. Во время автопати возможно, будет проводиться этот тест. Возможно, с музыкантами. Я предлагаю закинтоваться с музыкантами. А еще предлагаю мне протрезветь, потому что я всему делу начинаю набирать обороты. Поэтому, извините, я скоро вернусь. Я в сторону стихия наркоманов иду в туалет. Да. Плевать и умываться. Выходя уже оттуда, видите, вы все, в общем-то, видите это, что на сцену выходят музыканты. Последним, одним из последних выходит темнокожий афро-мужчина с леворукой белым. С леворуким белым статокайстером. Да, с леворуким белым фендером. Делает несколько запилов. Толпа просто взрыв, шквал просто. эмоции и всего, чего только возможно от этих укашенных пьяных людей ожидать. Именно здесь. Следом на сцену, поднимаясь по ступенькам, все замечаете в свете фонарей, софитов, освещения сцены выходят три человека. Те, которые я сказал, это Тимоти Лири, достаточно взрослый мужчина, высокий, худоватый достаточно, копной волос на голове Кен Кизи, немножко слысенный, уже такой грузноватый, чуть более грузный, чем двое остальных. И выходит третий мужчина, который как раз неизвестен вам, действительно хорошо оден, несмотря на то, что он типа такой на калифорнийце какого-нибудь похож, достаточно обеспеченного, скажем так, с побережья Калифорнии, там, Лос-Анджелес какой-нибудь, нежели Денбер или Бангор. Вот. У него очень высокий, среднего роста, видно в нем, наверное, немножко не, может быть, не американские черты лица, я бы сказал так, наверное. Вот. Светлые волосы и они выходят. Товарищ Джимми продолжает еще какое-то время запиливать под ор толпы под вообще сиканье женщин и так далее, мужчин тоже просто от кайфа и удовольствия. Вы чувствуете, когда начинает играть музыка? У меня это я. Да. Я, наверное, когда вижу, что музыканты все прибыли, уже поднимаются на сцену, я бы хотела выйти. Из клуба? Да. Пойти с фургоном. Заднюю сторону? Да. Хорошо. Что там? Хорошо. Видите, что выходят эти двое людей. Когда начинает играть музыка, все тогда, кроме агента Нельсон, потому что вы вышли, начинаете чувствовать помутнение определенное в сознании своем, как будто вы очень сильно принадлежит. Я в столице говорю, когда ты вышел из туалета, как раз стали музыканты выходить, и вот первое началось. Вам, детектив Фокс, это ощущение неприятно знакомых. Такое ощущение было, когда вы были в допросной с доктором Шерфердом в горах Малику Спрингс. Тогда играл в Дорс, и у вас плыло просто сознание, концентрация просто терялась. Но здесь оно более размазано. не такое яркое впечатление, ощущение такое. Вот. И выходит один Тимоти Лири, берет микрофон, говорит, музыка немножко затихает, он говорит, сейчас я включу музыку. Космос включим. Аим, ты где? не сворачиваешься, я его не сворачиваю, он сам сворачивает, он исчезает. Вот. Он начинает какие-то приветственные речи, говорит, добро пожаловать, братья, мы рады, что вы пришли на это знаменательное событие, и вы сделали это точно не зря. сегодня пройдет не только замечательный концерт нашего друга и товарища Джимми, но еще здесь присутствует еще один важный человек, который делает многое для нашего сообщества и в нашей борьбе против гнета правительства и президента. мой друг Реймонд Террон, он показывает на второго человека, он профинансировал именно сегодняшнее мероприятие и более того, хорош, хорош, и более того, сегодня мы всем, кто здесь, мы рады анонсировать для вас следующее мероприятие, которое пройдет в городе Бомигу в штате Канзас на заброшенной базе ВВС Как ли это не символично, что мы будем праздновать на костях того, во что вкладывало деньги наше государство, на войну и на убийство людей. А кроме того, вы видите, что какая-нибудь девушка ему подносит небольшую горсть чан, скажем так, пластику, короче, стеклянную чашку какую-то, там какие-то таблетки или что-то такое. Сегодня мы покажем тем, кому повезет из вас, кто успеет схватить свое новый, наша самая последняя, новая, чистая разработка, которая позволит вашему сознанию путешествовать за грани нашей реальности. и он просто бросает горсть этих пластинок, таблеток в толпу просто со сцены как медиаторы буквально. Я заявлял, что я все-таки в первую очередь хочу проанализировать, я бы попытался поймать что-то летит с моего стороны. Ну, хорошо. Я, поскольку я не так уж и далеко от сцены, попробовал. То есть это не было ежесекундно, когда он все это сказал, взял и кинул. То есть это был процесс, народ разогрел немножко народ и после этого уже как бы можете попробовать. Прокиньте, пожалуйста, вашу ближнюю ну, это было бы грубо, но я бы предположил, наверное, все-таки либо ловкость, либо атлетику. Ну, ловкость, давайте ловкость. 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 Так, а то можно на 5 получать. безусловно. Ловкость. У меня успех. А, атлетики. вот он будет. Понимаете? А, в 200 будет? При успех. Я тоже пробую, тоже прыгаю в своей оборванной без рубашки, без рукавов. Да, просто успех. наркоманы переболки. начинаете прорываться. Вылетает это, Салливан, вы успеваете схватить это на лету буквально, то есть успех, а все остальное это все падает на пол и вы двое видите, что начинает в своем роде драка. Знаете, когда свиньям кидают в корм и они начинают толкать друг друга, пытаясь вгрызться в этот корм начинается примерно такое. Начинается толкотня, даже кого-то бьют по лицу, вы кого-то отталкиваете и берете. В итоге через какое-то время это все затихает, вот эта давка такая, потому что задняя толпа просто римоваясь тоже вперед, ожидая, что может быть он еще раз кинет эту штуку. Но видно, что он почти все, что было в чане, все практически выкинул. Может шпит в какой-то степени происходит и слэм. Вот. И после этого все эти трое смотрят там на тех, кто поймал. Видно, что все, кто рядом стоящий начинают просто сразу дербазить и запихивать в себя. Что вы делаете? Я изображаю, что закидывает таблетка вообще что-то из-за пластинка. А я изображаю, что якобы кладу ее под язык, но скрываю ее между пальцами. Ну, наверное, отвернувшись от сцены, на меня не падали взгляды, а я кладу ее в карман джинсов, которые для зажигалки. Я думаю, я делаю примерно то же самое. Скрытность. Скрытность. Я открываю обычную пластинку из тех, что здесь было полно-полно. Ну да, подменяешь. Да, и также там подрубашка. Ну, я бы сказал скрытность, но с плюс 20, потому что у тебя был там критус. Я тоже скрытность кидал. все кидал. У меня я прошел. Да ладно, у меня скрытность 70, у меня провал. Да, без проблем. Успех, да? Да. Вы видите, что люди, все, которые вот на сцене стоят, эти трое, они пристально на вас смотрят. То есть, на тех, кто поймал. И всех. Следят буквально за каждым. Принимает ли он эту долю. Вы, доктор Нельсон, и вы, агент Салливан, делаете это, показываете, да, что вместе там с остальными другими, которые продолжают еще давку вас поддавливать к сцене, скажем так. Но вы, детектив Пайтон, мешкаетесь. Может быть, вы хотели... Ой, да, детектив Сандерс. Агент Салливан. Джонсон. Будем по классике. По-настоящему. Агент Джонсон. Да. И Джонсон. Вот. Уже пытались, хотели сделать вид, что вы открываете и что-то разорвали, но в этот момент вас столкнули. И вот этот процесс, когда вы хотели скрыть это, не получилось. И видите, что пристальный взгляд на вас остается. Вы стоите буквально как с прожектором, направленным на вас среди вот этой всей темной толпы, которая сейчас толкает вас, блеснуется. Вот. И что вы делаете? Я понимаю, что как бы прожектор светит на меня, и на меня смотрят. Пусть даже этот. Я поднимаю голову с таким с максимальной улыбкой. Как будто удовольствие, как будто я кладу ее в рот. Ну, тут два варианта. Что? Если ты кладешь ее в рот, то она начинает растворяться у тебя. Но у меня другого варианта нет. Я это делаю. Я такой, блядь, ненавижу рок-н-рольщиков. Что, я в мужской те? Ну, я не ловлю, нет? Да, да, да. Я просто рядом со сценой сбоку даже от сцены. Не в гримёрке, они в зале. И они продолжают какое-то общение между собой. Джимми продолжает ломбать свои лучшие хиты, которые он написал уже к 68-му году. А агент Нельсон в это время идет сзади. Ну, вообще, я тоже бы хотел, наверное, за агент Нельсон пойти. Я, наверное, прыгая в мошпит, потому что я втянулся, наверное, не знаю, что так нравится. Я говорю, пацаны, давай, сонусь, а он посередине стоит агент Джонсон. Я говорю, точно я сделаю смерть, побольше. Не стесняйтесь бить ногами. И вот, когда это все происходит, я вижу, ну, не вижу, но отхожу в сторону и хочу куда-нибудь туда закулисывать и, наверное, там пересекаюсь с Нельсом. Да, да. Скорее, через основной вход, через боковой вход, потому что туда гримерные подсосцы, туда не пускают. так же не продолжают пускать. Да, вы выходите на улицу. Действительно, с обратной стороны стоит фургон. Я думаю, даже, наверное, автобус, скорее всего, Джимми Хендрис мог позволить себе автобус. Тем более, за спонсорством Реймонда Терна. Безусловно. Вот. Сейчас пуст, даже не охраняется ничего. Если вы что-то хотите там найти, попробовать вскрыть автобус, то вы, в принципе, можете это предпринять. Да, я хочу вскрыть на... Там стоит несколько машин, там стоит три машины легковых, достаточно дорогих. Скорее всего, может быть, этих присутствующих людей, может быть, кто-то еще приехал вместе с ним, какой-нибудь музыкальный агент, может быть, этого, Джимми Хендриса. Вот. И сам основной автобус, где... я, наверное, подхожу к... Нельсану, которую я... Нельсан, Эйбель. Я могу называть тебя Рейбель. Я буду называть тебя Рейбель. Я, наверное, попробую залезть в автобус, посмотреть на... наличие каких-либо... Сомневаюсь, что будут какие-то документы среди пиццы и гухла. Тебе лучше побыть на страже. Может быть, тебе лучше побыть на страже? Не думаю. В твоем состоянии... Я нормально. Я проблевался. У меня все хорошо. Тогда пойдем вместе. Нет, мы ты на страже. Нужно будешь командовать, женщина? Ты надо лезть сама в этот автобус. Я смотрю машины вот эти вот. Ты все, что может быть там, что-нибудь подъездное есть. В автобусе? В автобусе, да. Ну, если чтобы его вскрыть, нужно прокинуть ремесло. Что? Ремесло. Это вскрытие. Я возвращаюсь. Что, проблемы? Нет. Вы, вы можете просто силой взломать дверь. Просто тупо сломать. Ну, я хочу не шуметь. Я ремесло, ремесла нет, тогда я... В окна? В автобусе? Да. Да. Я была... Ну, силой. Ну, пуст, ладно. Это не так принципиально. В машинах тоже есть окошки, но они закрыты, к сожалению. Тут сложнее. Осмотреться. Открываете. Можете даже не кидать. раз скинули, так же. Да. Там сила 18, по-моему, 17. 17. Автобус, понимаете. Вызлазите вовнутрь. Это таки, Фокс. У меня нет ремесла, поэтому у меня нечем скрывать машину. Я просто проверяю, они закрыты, заоткрыты. Я кину К-10. Давай, так, я прохожу, подниму эти машины, я осматриваю, во-первых, что у них внутри. Если я проимечаю какой-нибудь сценарий, что мне можно интересовать, тогда я буду пытаться, что сделать. Может быть, в одной из машин Impala 67-го года, то есть прям суперсовременная, черного цвета, по классике, вы замечаете какой-то конверт или что-то такое с бумагами, которые лежат там на заднем сидении машины. Вот. В остальных все достаточно чисто. Может быть, в бардачках что-то и есть, там, пистолеты, наркотики, что-то еще, но на видном месте ничего не живет. А здесь, на заднем сидении, видно, что в торопях, может быть, выбегали. Да, пускай я пью, ел творит, а я буду сейчас свои дела делать. Я хочу, просто осмотрю, чтобы никого вокруг не было и все будет сделать скрытно. Достаточно можно даже не кидать. Все достаточно тихо. Все в клубе находятся сейчас. Вы, агент Нельсон проходите в автобусе. Это, ну, не рейсовый автобус, прямо скажем. Это нечто, где ездят месяцами в туры по Америке. Вот. Видно, какие-то обрывки текстов валяются, бухло тоже, наркота валяется по автобусу, остатки еды, какая-то кофры от гитар, от барабанов, медиаторы, струны, естественно, какая-то запасная гитара или даже акустическая, на которой можно просто в туре га. Ничего прям примечательного. Ну, попробуйте прокинуть поиск. 40-42. Возможно, перебирая стол какой-то или что-то, да, какой-то, где бумаги, тексты, песен, какие-то обрывки, записи какие-то есть, вы находите документы, что-то типа контракта, скажем так, договора, который с одной стороны подписан там агентом Джимми Хендрикса, не знаю, кто у него был агентом, не буду врать, я не помню, кем-то, какой-то фамилии, а со второй стороны подписано Реймондом Терреном. Это фонд, фонд, он президент фонда, я думаю, что не благотворительного, просто фонда, вот, то есть он явно проспонсировал какой-то вот этот из какие-то следующие еще концерты с Джимми Хендриксом, проплатил эти концерты, вот, я это все записываю, больше ничего интересного для таких фокусов, ну, смотрев по сторонам, поняв, что меня никто не видит, я снимаю куртку, которая на меня, сначала, да, я снимаю куртку, беру камень большой, жду, когда там будет я разбиваю стекло заднего машины, внутрь, да, стекло падает, с плохим звуком, забираю документы, наверное, я забираю, смотрю, что в бардачке есть, в бардачке лежит пистолет, я это делаю все в куртке, я не перцеплю все я понимаю, там лежит пистолет и и все, да, тогда я забираю документы и оставляю пару пластин с такой темно, наркомана и все, смотрю, хороший, да, вы выходите, видите, как агент Нельсон вылазит из автобуса и я, наверное, перекладываю, я тут документы нашел, пойдем на трех сторону, что-нибудь есть? На самом деле, не скажу, что-то интересное нашла контракт да и куча мусора или алкоголя думаю, вам было бы там комфортно Да, вполне Давай, отойдем в сторону Я отхожу в сторону Завод, поводали и документы В документах подписаны бумаги и договоры несколько договоров все они подписаны Реймондом Терном но должности здесь разные у него где-то он выглядит как директор фонда не знаю какое название фонда у меня одно на языке но я не хочу его называть Чего? Побрал Да нет Вот Чего? Вот Остальные документы он подписывается как член попечительского совета организаций Разм Двух Одна организация знакома это Арпа А вторая организация РЕНД Некоммерческая организация стратегических исследований Работает по заказам правительства военных структур организаций искусственный интеллект биоинженерии и так далее космические спутники Это такой он некоммерческий он просто заказ Часный Как бы да ну как бы аффилирован естественно ВВС ВВС в основном Создан был при ВВС США Понятно Это известно Это не скрытая информация То есть это достаточно известная организация Ну я в общем показываю все это ревил Говорю В общем Чего следовало ожидать Те самые парни судя по всему которые с полгода назад нас немножко увеличили Ну как нас Очевидно они и здесь замешаны Очевидно все нарпотики что кидают нашим ребятам это разработки именно этих ребят Очевидно их будет так же штырить как и у нас штырил все время Ну веселые времена живем Доказательства пожалуйста нашли только кому теперь отдавать А ну да Кому Муру конечно Я наверное открываю что записывают книжку и начинаю все Переписывать Вы планируете возвращаться назад додатку Я хочу поможем что все побегли Да Я наверное мы же не выяснили по сути я не выяснила ничего Ну там в документах доказательства какие там доказательства в магии что он спонсирует фонд Да Ваши действия Да У меня будет заявка Я Ну Поскольку я все-таки видобродю что бахнулся В отличие от Неважно Сейчас слишком много имен которые действительно бахнулся Поэтому я наверное расслаблен такой шатающейся походкой пританцовывая что-нибудь там кричав в сторону садим Джейми Брат Оно вон Завод Штавр Давай Вот Я хочу как-то ну не сильно привлекая внимание косяп от обычного посетителя вечеринки оказаться поблизости около столика где сидит Азатроица в надежде может быть что-то интересное услышать Послушай тогда прокидывай скрытность и бдительность Да Сейчас как раз закончим Салливан У меня на самом деле должна была мысль подойти как-то к столику подобраться У меня к сожалению провал скрытности уже Ну видимо я сильно забавляю себя Я думаю что рядом с ними стоят несколько человек что-то похоже в какой-то степени на вышибал который всех лишних оттесняют потому что это место не общее оно сбоку от сцены отдельный столик и там любой посторонний человек который просто делает вид что я как бы случайно подошел он ярко выделяется потому что вся основная масса толпится перед на танцполе перед сценой Если меня остановят я просто делаю так извини брат ну и я понимаю что это беспалевый особый вариант я продолжаю сидеть на барчике может быть оказался какой-нибудь виски смотрю вообще как выглядят ЛСДшники как они себя ведут особенно те эйфория особенно которые приняли вот новую которые новую приняли сейчас я примерно опишу я бы хотел имитировать это тоже этот уникальный опыт вы агент Джонсон нет теперь зовите меня просто Питон Питон вы агент Питон сначала нет никакого эффекта понимаете думаю что может пронесло я думаю что ну вы пробовали вы знаете об эффектах ЛСД пробовали не пробовали не знаю одобря вот но вы знаете об эффектах ЛСД пока тишина продолжается речи не играет никакая музыка у вас остается вот то помутнение о котором я говорил до этого то есть такое легкое как будто опьянение когда тяжело сосредоточиться или когда выпил седативного когда ты едешь за рулем и думаешь вот и вроде ты все видишь не спишь но сосредоточиться невозможно на происходящем вокруг вот это состояние только единственное что и остается у вас после принятия этого наркотика но постепенно постепенно начинает происходить что-то непонятное то есть стандартные трипы понятно как я представляю что там какие-то краски вспышки света стробоскоп офигарит стандартные эффекты но постепенно вы начинаете как будто бы слышать мысли других людей один там тач слышишь что какой-то монотонный голос вообще не зря сюда приехал жаль что родители меня никогда не поймут чертовы придурки начинаете слышать другие вместо того чтобы сидеть с женой я пляшу здесь как дебилы употребляю наркоту другие такие обрывки раз постепенно они заполняют заполняют просто взрываются взрывами начинают просто как будто бы вам тесаком отрубают кусочки мозга медленно шинкуя его у вас в голове вы в слэбе там грубо говоря находишься рядом точно такие же вы начинаете видеть что у кого-то прокиньте телосложение я да где мои прокрасные кубики а у сложение одна из моих слабых характеристик провал если ровно ровно это успех можно столько же либо меньше 55 а это крит считается а это критус вообще все это захлестывает вас вы начинаете не просто чувствовать как будто бы слышать какие-то мысли вы начинаете вас начинают накатывать волнами эмоций радости эйфории просто сшибая вас в этом слэме вы начинаете толкать людей постепенно вы видите что сталкивались с кем-то пропадает все нафиг есть только стробоскоп музыка и больше ничего нет вот этот вот разноцветные взрывы шинкующийся мозг то есть вот это вот калейдоскоп событий которые не заканчиваются ни на раз киньте все волю все да да что там вообще не так у меня есть кубики я просто смотрю а как кидается воля воля по-моему там же есть чистая характеристика воля на 5 да а на 5 да единственное все все на сотках нули это 0 да да а если ноль на десятке то это 100 да если все нули это сотка понял нормально я прошу 5 25 вообще красавцы провал ну вам а постепенно концерт сходит на нет извините я бы хотел ну примерно подражать этим действием которые да да я тоже пытаюсь закат вечер проходит скажем так концерт заканчивается народ потихоньку начинает расходиться посередине когда народ уже в целом выходит вы может быть остается начинаете задерживаться в поиске друг друга скажем так чтобы встретиться вы замечаете когда залп практически освобождается что посередине посередине клуба лежит несколько несколько тел один из них файзен у тебя у вас агент салливан появляются страшные флешбеки просто сумасшедшие страшные флешбеки вы видите салливана с помутненными с открытыми помутненными как будто бы подкрытыми плечами глазами с оторга он меня видит да да они все в общем тебя видят в числе других тел таким одежда его порванная рубашка похудена как болевотиной но на ней видно вот эту вот шерстистость такую еле заметную как плесень точно так же и у других тел вы агент поэтому вы агент Джонсон получаете 6 урона ох йо кстати а я выздоровел после того да да все свои раны восстанавливать ну я наверное я думаю что на этом сделаем паузу мы дохрена уже сделали уже хочется отдохнуть и на этом мы сделаем паузу всем кто на ютубчике спасибо что вы смотрите подписывайтесь пишите лайки пишите лайки ставьте комментарии вот всем кто в общем везде подписывайтесь бусти потому что да 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 вот внимая сцену вот везде во все наши соцсети везде подписывайтесь везде фоловки ставьте лайки пишите комментарии лайкайте если поставишь дизлайк обязательно пиши за что вот увидимся с тобой ютубер через неделю а чтобы увидеть это не через неделю фоловь нас на твиче приходи к нам на твиче на наши стримы и смотри онлайн и потом можешь спойлерить потом можешь спойлерить везде тем что ты уже все видел а лучше не видел твиче